Александр Блок Благословляю всё, что было. В континууме пространства-времени жизнь поэта, как порыв подлинного человеческого становления, нелинейна и неравновесна. Здесь вряд ли следует искать прямые пути от рождения к зрелости и закату, от первой пробы пера к вершинам творчества и общественной деятельности. Пути непредсказуемы. В судьбоносных точках двоятся, множатся, роятся. О каком из них остановится выбор, одному Богу известно. В заботе о себе, пока игры истины используют его жизненно важные силы, поэт воспроизводит собственную субъективность, значимую в творчестве гораздо больше всей той работы, какую власть проделывает над ним. Да если б было иначе, без свободы выбора и действия, возможности человеческого существования были б ничтожны. И мир не безучастен к этой свободе. Поэт узнаёт в нём признаки ништа большего, чем одна только причинно-следственная закономерность и естественно-историческая необходимость. Поэт-пророк, прозорливец, визионер. Благословляю всё, что было. Я лучшей доли не искал. О сердце, сколько ты любила! О разум, сколько ты пылал! Пускай и счастье, и муки свой горький положили след, Но в страстной буре, в долгой скуке Я не утратил прежний свет. И ты, кого терзал я новым, Прости меня нам быть вдвоём. Всё то, чего не скажешь словом, Узнал я в облике твоём. Глядят внимательные очи, И сердце бьёт, волнуясь, в грудь, В холодном мраке снежной ночи, Свой верный продолжая путь. 15 января 1912 Скуки ли, в буре, во мгле, что всегда на земле, Прежний свет с поэтом, Любя и пылая, в непрерывном становлении своём, Он видит знаки того, Чего не скажешь словом. Узнавая эти облики И различая непотерянные душами голоса, Глядят внимательные очи На зарю и в чёрную бездну, Сердце волнуясь бьёт в грудь. Его путь – В холодном мраке снежной ночи, Светлой ночи ужасающего ничто. Его путь нелинеен, Состояние неравновесное. Линии судьбы, на коротких промежутках Собранные касательными прямыми, Рассыпаются в точках Интенсивного художественного роста Отточиями творческого экстаза. Ангел-Хранитель Люблю тебя, Ангел-Хранитель, во мгле, Во мгле, что со мною всегда на земле, За то, что ты светлой невестой была, За то, что ты тайну мою отняла, За то, что связала нас тайна и ночь, Что ты мне сестра и невеста и дочь, За то, что нам долгая жизнь суждена, О, даже за то, что мы муж и жена, За цепи мои и заклятия твои, За то, что над нами проклятия семьи, За то, что не любишь того, что люблю, За то, что о нищих и бедных скорблю, За то, что не можем согласно мы жить, За то, что хочу и не смею убить, Отмстить малодушным, кто жил без огня, Кто так унижал мой народ и меня, Кто запер свободных и сильных в тюрьму, Кто долго не верил огню моему, Кто хочет за деньги лишить меня дня, Собачью покорность купить у меня, За то, что я слаб и смириться готов, Что предки мои – поколенья рабов, И нежности ядом убита душа, И эта рука не поднимет ножа. Но люблю я тебя и за слабость мою, За горькую долю и силу твою, Что огнем сожжено и свинцом залито, Того разорвать не посмеет никто. С тобою смотрел я на эту зарю, С тобою в эту чёрную бездну смотрю, И двойственно нам приказание судьбы, Мы – вольные души, мы – злые рабы, Покорствуй, дерзай, не покинь, отойди, Огонь или тьма впереди. Кто кличет, кто плачет, куда мы идём, Вдвоём неразрывно, навеки вдвоём, Воскреснем, погибнем, умрём. 17 августа 1906 Александр Блок Я верю, то Бог меня снегом занёс. В Гейдельберге на заре 19-го столетия Старший современник Александра Пушкина Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Читая лекции по эстетике, Обыкновенно пускался в рассуждение о том, Что искусство отошло в прошлое. При изображении божественного Искусство перестало быть чем-то Самим собой разумеющимся, Как это было в античном мире. Произведение искусства перестало служить божеством, Предназначенным для почитания, Общество всё более индустриализируется, Художники и поэты всё более ощущают свою бездомность. Извлечение прибыли из торговли и производства, Сверхпыли рибли из сомнительных сделок, Предлагает им довольствоваться участью Бродячих комедиантов на чужом празднике жизни. Между творцами и теми, для кого они творят, Не осталось взаимопонимания. Художники и поэты создают свою общность, Богему, которая приемлет только Посвящённых в творческий труд. ФАБРИКА В соседнем доме окна жёлты. По вечерам, по вечерам скрипят задумчивые болты, Подходят люди к воротам. И глухо заперты ворота. А на стене? А на стене Недвижный кто-то, чёрный кто-то, Людей считает в тишине. Я слышу всё с моей вершины. Он медным голосом зовёт, Согнуть измученные спины Внизу собравшийся народ. Они войдут и разбредутся, Навалят на спины кули И в жёлтых окнах засмеются, Что этих нищих провели. 24 ноября 1903. В той общности художников и поэтов, Которая получила название «Русский символизм», Александр Александрович Блок был Волею Божией поэт и человек бесстрашной искренности. Сколько ни было образованных капиталистов, Русские символисты не были сыновьями Крупных промышленников. Андрей Белый писал «Символисты – дети небогатых интеллигентов, Образованных разночинцев, Разоряющихся или захудалых дворян, Давно забывших о своём дворянстве. Наиболее типичная связь символистов С передовой интеллигенцией конца века. В аспекте декадентов мы скорпионами Выползли из трещин культурного разъезда В конце века, чтобы, сбросив скорпионьи хвосты, Влиться в начало века». Я – сын крупного математика, Вылез на свет из квартир, Переполненных разговорами о Дарвине, Спенсере, Милле. Блок – сын профессора, Внук известнейшего ботаника, Профессора же, Женатый на дочери профессора Менделеева. Элис – побочный сын известнейшего Московского педагога. Сергей Соловьёв – внук знаменитого историка Соловьёва, профессора же. Балтрушайтис, Вячеслав Иванов Никакого отношения к крупному капитализму не имели. Борис Садовский тоже. Более молодые модернисты, Истекшие из символизма и утекшие по-разному из него, Шершеневич – сын профессора, Шервинский – сын профессора медицины и т.д. Андрей Белый на рубеже двух столетий Все бытие и сущее согласно В великой непрестанной тишине. Смотри туда участно, безучастно, Мне всё равно, Вселенная во мне. Я чувствую и верую и знаю, Сочувствием провиться не прельстишь, Я сам в себе с избытком заключаю В сети огни, какими ты горишь. Но больше нет ни слабости, ни силы, Прошедшее, грядущее во мне. Всё бытие и сущее застыло В великой неизменной тишине. Я здесь в конце, Исполненный прозренья, Я перешёл граничную черту, Я только жду условного виденья, Чтоб отлететь в иную пустоту. 17 мая 1901 В 1880, в год рождения сына, Александр Львович Блок, 1852-1909, Вскоре профессор кафедры государственного права в Варшаве, Защитил магистерскую диссертацию «Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна и на французские политические порядки». Он доказывал зависимость государственной власти От господствующего в данный период класс И стал первым в России социологом, Писавшим о классовой борьбе. По молодости отцу поэта стоило больших усилий Прекратить писание стихов, Чтобы не отвлекаться чересчур от науки В сторону мужь, Александр Блок и Никита. Его довольно необычная и мрачная судьба Была исполнена сложных противоречий. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги, Не считая литографированных лекций. И последние двадцать лет трудился над сочинением, Посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы И тонкий стилист, Отец мой считал себя учеником Флабера. Последнее было главной причиной того, Что он написал так мало и не завершил главного труда жизни. Свои непрестанно развивавшиеся идеи Он не сумел вместить в те сжатые формы, Которых искал. В этом искании сжатых форм Было что-то судорожное и страшное, Как во всём душевном и физическом облике его. Александр Блок Автобиография Аграфа догмата. Неписанные догматы. Я видел мрак дневной и свет ночной. Я видел ужас вечного сомнения. И Господа с растерзанной душой В дыму безверья и смятенья. То был рассвет великого рождения, Когда миров нечисленный хаос Исчезнул в бесконечности мученья, И всё таинственно роптало и неслось. Тяжёлый огонь окутал мирозданье, И гром остановил стремящие созданья, Немая грань внедрилась до конца. Из мрака вышел разум мудреца, И в горной высоте без страха и усилия Мерцающих идей ему заграли крылья. 22 августа 1900-го Мерцающие идеи высказывает поэт. Кому, как не ему, доступны крылья, Ему, кто стремится увековечить всё сущее, Ему, кто узрел ужас абсолютизированного Картезианского сомнения, Бесконечно мучительного скептицизма. Совсем не лишние эти идеи в его дневниках, В дыму безверия и смятенья. Они — присутствие духа, Освобождение будущего, Преодоление прошлого, Неизбежность настоящего. Стихи — это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол Слагает её в божественном экстазе, И всё, чему он слагает её, В том кроется его настоящий Бог. Дьявол он носит его, И в нём находит он опрокинутого, Искалеченного, но всё милее Бога. А если так, есть Бог, И во всём тем более, Не в одном небе бездонном, А и в весенней неге, И в женской любви? Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным сердцем Неведомо полные для него строки, И в этом уже и он празднует своего Бога. Вот таковы стихи, Таково истинное вдохновение. Об него, как об веру, А факт веры, как таковой, Разбиваются волны всякого скептицизма. Ещё, значит, и в стихах видим Подтверждение едва ли нужное Витание среди нас того незыблемого Бога, Рока, Духа, Кого жалким, бессмысленным И глубоко звериным воем Встретили французские революционеры, А гораздо позже и наши шестидесятники. Рече безумец в сердце своём Несть Бог. Александр Блок, Дневники В туманах над сверканьем рос, Безжалостный, святой и мудрый, Я в старом парке дедов рос, И солнце золотило кудри. Не погасал лесной пожар, Но гарью солнечно и влекомый Стрелой бросался я в угар, Целуя воздух незнакомый. И проходили сон мои лиц, Всегда чужих и вечно взрослых, Но я любил взлетанье птиц И лодку, и на лодке вёсла. Я уплывал один в затон Бездонной заводи и мутной, Где утлый остров окружён Стеною ельника уютной. И там, в развесистую ель, Я доску клал и с нею реял, И таяла моя качель, И сонный ветер тихо веял. И было как на Рождестве, Когда игра давалась даром, А жизнь сходила синим паром К сусально-звёздной синеве. Июль 1905-го. Мать поэта Александра Андреевна, 1860-1923, Урождённая Бекетова, Дочь ректора Санкт-Петербургского Университета Андрея Николаевича Бекетова, После рождения сына Разорвала отношения с мужем, Добилась указа Синода о расторжении брака И вышла замуж за гвардейского офицера Кублицкого Пиоттуха. Время учёбы в Обведенской гимназии В 1889-1998 годах И на юридическом факультете 1898-1901 годы Запечатлелось юношеской влюблённостью В Ксению Садовскую И встречей с честным воином Христовым Владимиром Соловьёвым. Он занёс над врагом золотой меч. Все мы видели сияние, Но забыли или приняли его за другое. Мы имели слишком человеческое право Недоумевать перед двоящимся Владимиром Соловьёвым, Не ведая, что тот добрый человек, Который писал умные книги, хохотал, Был в тайном союзе с другим, Занесшим золотой меч над временем. Александр Блок. Рыцарь-монах Они встретились на похоронах В бесцветный петербургский день Февраля 1900 года. Передо мной шёл большого роста Худой человек в старенькой шубе С непокрытой головой. Перепархивал редкий снег, Но всё было одноцветно и белесовато, Как бывает только в Петербурге, А снег можно было видеть только На фоне идущей впереди фигуры. На буром воротнике шубы Лежали длинные серо-стальные пряди волос. Фигура казалась силуэтом, До того она была жутко не похожа на окружающие. Рядом со мной генерал сказал соседке, «Знаете, кто это дубина? Владимир Соловьёв». Действительно, шествие этого человека Казалось диким среди кучки обыкновенных людей, Трусивших за колесницей. Через несколько минут я поднял глаза, Человека уже не было, Он исчез как-то незаметно, И шествие превратилось В обыкновенную похоронную процессию. Ни до, ни после этого дня Я не видал Владимира Соловьёва, Но через всё, что я о нём читал И слышал впоследствии, И над всем, что испытал в связи с ним, Проходило это странное видение. Во взгляде Соловьёва, Который он случайно остановил на мне в тот день, Была бездонная синева, Полная отрешённость И готовность совершить последний шаг, То был уже чистый дух, Точно не живой человек, А изображение, Очерк, символ, чертёж. Одинокий странник шествовал По улице города призраков В час петербургского дня, Похожий на все остальные Петербургские часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным гробом В неизвестную даль, Не ведая пространства и времён. Александр Блок. Рыцарь-монах Поэт и писатель Даниил Андреев Полагал, что, рассказывая об этой встрече, Александр Блок явно не договаривал. Бог знает, что прочитал Соловьёв в этих глазах. Только взор его странно замедлился. Не исключено, что в момент этой первой, Единственной между ними встречи, Глаза будущего творца стихов И прекрасной даме, Отразили многое, столь многое, Что великий мистик без труда Мог прочитать в них и заветную мечту, И слишком страстную душу, И подстерегающие её соблазны Сладостных и непоправимых подмен. Даниил Андреев, Роза Мира Поэты, как воины Христовы, Всегда узнают друг друга. Зачатый в ночь Я в ночь рождён, И вскрикнул я, прозрев, Так тяжек матери был стон, Так чорен ночи зев. Когда же сумрак поредел, Унылый день повлёк Клубок однообразных дел, Безрадостный клубок. Что быть должно, то быть должно, Так пела с детских лет Шарманка в низкое окно, И вот я стал поэт. Влюблённость расцвела в кудрях И в ранней грусти глаз, И был я в розовых цепях У женщин много раз, И всё, как быть должно, пошло, Любовь, стихи, тоска, Всё приняла в своё русло Спокойная река. Как ночь слепа, так я был слеп, И думал жить слепой, Но раз открыли тёмный склеп, Сказали «Бог с тобой». В ту ночь был белый ледоход, Разлив осенних вод, Я думал, вот река идёт, И я пошёл вперёд. В ту ночь река во мгле была, И в ночь и в темноту Та незнакомая пришла И встала на мосту. Она была живой костёр Из снега и вина, Кто раз взглянул В желанный взор, Тот знает, кто она. И тихо за руку взяла, И глянула в лицо, И маску белую дала, И светлое кольцо. Довольно жить, оставь слова, Я, как метель звонка, Иною жизнью жива, Иным огнём ярка. Она зовёт, она манит, В снегах земля и твердь, Что мне поёт, что мне звенит, Иная жизнь. Глухая смерть. 12 апреля 1907 Андрей Билый вспоминал, Как в детстве его пленил Сидейший, добрейший старик С длинными волосами, С большой бородой, Дед Блок Андрей Николаевич Бекет. В нём мне прозвучало что-то Приветливо мягкое, нежное, Очень спокойное, Как он сидел головой, Откинувшись в кресло И длинные руки распластывая На кресельных ручках. И как он поглядывал. Всё мне внушало доверие. Вокруг него и вертелся, И скоро уже у него Меж коленей стоял, А он гладил меня И сердечно, и бережно, И посадил на колени, И я с них сходить не хотел, Так знакомству с поэтом Александром Блоком Предшествовало знакомство С дедом его На рубеже двух столетий. Рознь между военщиной и тем, К чему маленький Саша Привык в доме Бекетовых, Рознь между обывателем, Уверенным, что своим Похоронным звоном Поэт мешает всем спать, Вкупе с охраняющим Буржуазный покой офицерства, С одной стороны, И поэтом с другой, Александр Блок описал в письме Матери 1 октября 1906 года. «Я теперь окончательно чувствую, Что когда начинаются родственники Всех остальных калибров, А также всякие знакомые и офицеры вообще, То моя душа всех выбрасывает Из себя органически, Без всяких либеральных настроений. Для меня это внутренняя азбука, Так что даже когда я любезен с ними, То потом тошнит, Если у души на это Оказывается свободное время. Это мой хам, То есть не во мне, а в них, Для меня. Никого из них я ни за что не приму, Тем самым, что они родственники, Они стали для меня нулем, Навсегда выброшены». Александр Блок. Письмо. Ни адресат, ни адресант Этого письма не были уравновешенными людьми. Безмятежность не была им свойственной. Что мне поет? Что мне звенит? По воспоминаниям Марии Андреевны Бекетовой, Всяческий бунт, искание новых путей, Бурные порывы – Вот то, что взял он от матери, Да отчасти и от отца. И неужели было бы лучше, Если бы она передала ему только ясность, Спокойствие и тишину? Тогда бы Блок не был Блоком, И его поэзия потеряла бы тот острый характер, Ту трагическую ноту, которая звучит в ней С такой настойчивостью. Оба они, мать и сын, влияли друг на друга, И общность настроений сближала их души. Бекетова Воспоминания об Александре Блоке Моей Матери Чем больней душе мятежной, Тем ясней миры, Бог лазурный, чистый, нежный, Шлет свои дары, Шлет невзгоды и печали Нежностью объят, Но через них в иные дали Проникает взгляд, И больней душе мятежной, Но и с ними миры, Это Бог лазурный, нежный, Шлет свои дары. 8 марта 1901 После десятилетия скудевания русской поэзии На ниве гражданственности И служения общественным интересам Поэтом можешь ты не быть, Но граждане нам быть обязан. Николай Некрасов После десятилетий либеральной цензуры С требованием не мудрить Соблюдать простейшие правила стихосложения И непременным изобличением стремления К формальному совершенству, Как постыдной измены общему делу И реакционности, Поэты жаждали освободиться От надзора публицистов И обрести, наконец, независимость. Для гражданских поэтов После некрасовской поры Символизирующее чтение текстов Воспринималось не более чем пустое позерство Признак отвлеченных от борьбы За народное дело начал. То, что для символизирующего сознания Есть символ, При противоположной установке Выступает как симптом. Если десимволизирующий XIX век Видел в том или ином человеке Или литературном персонаже Представителя Идеи, Класса, Группы, То блок Воспринимал людей И явления Обыденной жизни Как символы Проявления бесконечного В конечном Юрий Лотман Символ в системе культуры Литературная школа Литературная школа символистов Началась с Валерия Брюсова И Константина Бальмонта В Москве Дмитрия Миршковского И Зинаиды Гиппиус В Санкт-Петербурге Между двумя столицами Возникла перекличка Нечто вроде взаимного притяжения По словам Нины Берберовой Обеим группам символистов Предстояло прожить свой век в литературе Постоянно узнавая друг друга Равно как и самих себя Несмотря на вечно сохранявшееся Взаимное притяжение Они неизменно стремились к разрыву То и дело переходя от любви к ненависти Сражаясь друг с другом Внутри самого союза Который никогда так и не был расторгнут Будет день и свершится великая Чую в будущем подвиг души Ты другая, немая, безликая Притаилась, колдуешь в тиши Но во что обратишься, не ведаю И не знаешь ты, буду ли твой А уж там выселяться победою Над единой и страшной душой 23 ноября 1901 В начале двадцатого века К московской школе символистов Примыкнул Андрей Белый, к петербургской Александр Блок Оба скорее последователи Полной отрешенности Владимира Соловьева, Чем музыки французского символизма, Каким ощущал себя Валерий Брюсов. В минуты смятения и борьбы лжи и правды Всегда борются бог и дьявол, и тут они же борются. Зашли новые цветы, цветы символизма Всех веков, стран и народов. Заглушенная криками богохульников, Старая сила почуяла и послышала, Как воспрянул ее Бог и откликнулась ему. К одному вечному, незыблемому камню Бога Подвалился и еще такой камень В предвестие или в помощь, или в награду. Это была новая поэзия, в частности, и новое искусство Вообще. К воздвижению мысли ума присоединилась Воздвижение чувства, души, и все было в Боге. Есть люди, с которыми нужно и можно говорить только о простом и логическом. Это те, с которыми не ощущается связи мистической. С другими, с которыми все непрестанно чуется Сродство на какой бы ни было почве, Надо говорить о сложном и глубинном. Тут-то выяснится истины мира Через общение глубин. Смотри, Брюсов. Александр Блок. Дневники Поэты За городом вырос пустынный квартал На почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал Другого надменной улыбкой. Напрасно и день святозарный Вставал над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал Вину и усердным работам. Когда напивались, то в дружбе клялись, Болтали цинично и пряно, Под утро их рвало, Потом, запершись, работали тупо и рьяно. Потом вылезали из будок, как псы, Смотрели, как море горело, И золотом каждой прохожей косы Пленялись с сознанием дела. Разнежась, мечтали о веке золотом, Ругали издателей дружно И плакали горько над малым цветком, Над маленькой тучкой жемчужной. Так жили поэты, читатель и друг, Ты думаешь, может быть хуже Твоих ежедневных бессильных потуг Твоей обывательской лужи? Нет, милый читатель, мой критик слепой, По крайности, есть у поэта И косы, и тучки, и век золотой, Тебе ж недоступно все это. Ты будешь доволен собой и женой, Своей конституцией куцай, А вот у поэта всемирный запой И мало ему конституций. Пускай я умру под забором, как пёс, Пусть жизнь меня в землю втоптала, Я верю, то Бог меня снегом занёс, То в юга меня целовала. 24 июля 1908 В кругу молодых символистов, Которому принадлежал Андрей Белл, Среди лучших, наиболее нервных И чутких юношей начала века, Частым был тип раздвоенного чудака, Субъективиста. Мы начинали полукалеками жизнь, Юноша в двадцать лет был уже неврастенником, Самопротиворечивым истериком Или безвольным ироником С разорванной душой. Гражданственность, общественность На фоне умеренной либеральной болтовни, В которой к тому времени научились Безответственно упражняться и фабриканты, И профессора, Означала не более чем покладистый нрав. Здорово, как замечал Андрей Белый, Была главным образом тупость. С появлением Александра Блока Автору этих наблюдений пришлось отойти на второй план. Известность его симфоний померкла Перед славой стихов о прекрасной даме Северного собрата. Обиды множились каждый день. Последней каплей стала бледно-белая Панама, Который, не замечая Оргонавта, Прошел по Петербургскому проспекту, Первый в России поэт. Помню. В тот вечер читали стихи. Он, я, Абрюсов. Я, Тора, он, фабрику. Встала в сиянье. Абрюсов – конь блед. Если память не изменяет. Поразила манера, с которой читал. Слегка в нос. Не звучали анаписты. Точно стирал он певучую музыку Строг, деловитым, придушенным, Несколько трезвым и невыразительным голосом. Как-то проглатывая окончание слов, Его рифмы «границ» и «царицу» Обманом «туманные» В произведении этом казались рифмами И, И. Звучали, как И, И. Не чувствовалось понижения голоса, Разницы пауз. Он будто тяжелый, закованный в лад И ступал по стопам. И лицо становилось, как голос, Тяжелым, застылым. Острился его большой нос. Складки губ изогнувшихся тени Бросали на бриты его подбородок. Мутнели глаза, будто в них провалилося слово. Он командором своим грубо Медленно шел по строке. Это чтение вызвало бурный восторг. Пишет матери он. «Я читаю, встала в сиянье. Кучка людей в черных сюртуках Ахают, вскакивают со студи. Кричат, что я первый в России поэт. Мы уходим в третьем часу ночи. Все благодарят, трясут руку». Но я понял из чтения. Он отстранял от себя, очень вежлив, Вопрочем, напористые санфасоны Иных из московских знакомых, Готовых шуметь, обниматься и клясться, Запхав собеседника локтем. Мог быть очень грубо пристрастным. Так, в дни, когда он растачал свою ласку Сережу и мне, Он писал потрясающе грубо, А главное, несправедливо, Об очень культурном, Почтенном для нас безобидном Бабарыкине. Маменька бедная угораздила тебя увидеть Эту пляшивую сволочь. Позднее я сам испытал оскорбительность Самого облика Блока в эпоху, Когда мы, рассорясь, не кланились. На петербургских проспектах Среди толкотни пешеходов увидел я Блока. Зажав в руке трость, пробежал В бледно-белой панаме, Прямой, деревянный, как палка, С бескровным лицом и с надменным изгибом Своих оскорбительных губ. Но они чувственно грубо пылали Из серо-лилового, зеленоватым, потухшего фона простором. Он не видел меня. Оскорбил меня этот жест пробегания Щеголеватой тросточкой, наперевеси, Пырявший концом перед ним возникавших людей. Ослом белой панамы казался венцом унижения мне, Как удар по лицу, как он смеет, мелькнуло. Он не видел меня. А в период сближения не было меры В желании снизиться, все уступить. Он не требовал, он удивлялся И резкому гневу, и резкой восторженности. Поэт пересекался со скептиком в нем И бросалась в глаза непричастность Его интеллекта к лирическим веяниям, Как посторонний его интеллект Созерцал эти веяния издали. Воля кипела. Но в маре ведь чувственно, мимо ума, Только зрящего собственное раздвоение И осознавшего самопознания нет. Оставалось знание. Это Д понял. А этого Д не понять. И вставала ирония. Яд им осознанный. Только в статье об иронии После он сам написал Самые чуткие дети нашего века Поражены болезнью, незнакомой врачам. Эта болезнь может быть названа иронией. Все равно для них Беатрича Данте И недотыком косологуба. И все мы, современные поэты, У очага страшной болезни. Андрей Белый. Начало века. Из газет. Встала в сиянье. Крестила детей. И дети увидели радостный сон. Положила, до полуклонясь головой, Последний земной поклон. Коля проснулся. Радостно вздохнул. Голубому сну еще рад наяву. Прокатился и замер стеклянный гул. Звенящая дверь хлопнула внизу. Прошли часы. Приходил человек Соловянной бляхой на теплой шапке. Стучал и дожидался у двери человек. Никто не открыл. Играли в прятки. Были веселые и морозные святки. Прятали мамин красный платок. В платке уходила она по утрам. Сегодня оставила дома платок. Дети прятали его по углам. Подкрались сумерки. Детские тени запрыгали на стене при свете фонарей. Кто-то шел по лестнице, считая ступени. Сосчитал и заплакал. И постучал в дверей. Дети прислушались. Отворили двери. Толстая соседка принесла им щей. Сказала – кушайте. Встала на колени. И, кланяясь, как мама, крестила детей. Мамочке не больно, розовые детки. Мамочка сама на рельсы легла. Доброму человеку, толстой соседке, спасибо, спасибо. Мама не могла. Мамочке хорошо. Мама умерла. В 1909 году, накануне путешествия по Италии, Александр Блок, не будучи ни революционером, ни гражданским поэтом, писал «Несчастны мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву для злобы и ссоры друг с другом. Все живем за китайскими стенами, полупрезирая друг друга. А единственный общий враг наш – российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники – не показывают своего лица, а натравляют нас друг на друга. Изо всех сил постараюсь я забыть на чистоту всякую русскую политику, всю российскую бездарность, все болота, чтобы стать человеком, а не машиной для приготовления злобы и ненависти. Или надо совсем не жить в России, плюнуть в ее пьяную харю, или изолироваться от унижения политики, да и общественности, партийности». Из письма матери 13 апреля 1909 года. Ты помнишь, в нашей бухте сонно спала зеленая вода, когда к кильваторной колонне вошли военные суда? Четыре серых, и вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили важно мимо нас. Мир стал заманчивей и шире, и вдруг суда уплыли прочь. Нам было видно, все четыре зарылись в океан и в ночь, и вновь обычным стало море, маяк уныло замигал, когда на низком семафоре последний отдали сигнал. Как мало в этой жизни надо нам, детям, и тебе, и мне, ведь сердце радоваться рада и самой малой на весне. Случайно на ноже карманном, найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. 1911 – 6 февраля 1914 Столетия назад преодоление несчастья российской государственности, чиновничества, пьянства, церковности и воровства, революционерам-демократам виделось на путях кардинального преобразования быта и уничтожения частной собственности. Преодолеть же российскую бездарность тогда, как и сейчас, возможно было лишь путем экономического и культурного преображения всех слоев общества, в котором просвещение и образование, общечеловеческие ценности, ни лги, ни кради, ни убей, любая самая малая новизна противопоставлены машине для приготовления злобы и ненависти, запускаемой с полоборота скрывающим свое лицо нашим общим врагом. Для этого и нужен Александр Блок – русский символизм, философия и литература, помноженные на творческую волю, символизирующие чтение и взаимопонимание между творцами и теми, для кого они творят. Иначе дышать нечем, жизнь теряет присущий именно ей смысл. Ушли в туман мечтания, забылись все слова, вся в розовом сиянии, воскресла синева, умчались тучи грозные и пролились дожди, великое, бесслезное, надейся, верь и жди. 30 июня 1902 В феврале 1921 на вечере, посвященном памяти Александра Сергеевича Пушкина, процитировав знаменитую его строку «На свете счастья нет, но есть покой и воля», Александр Блок повернулся к заседающему в президиуме советскому бюрократу и отчеканию. 31. Покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий, не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем, жизнь для него потеряла смысл. 32. Это был вызов. Вызов поэта-воина, рыцаря-монаха, дьяволу и его дьяволятам, брошенной с рубежей творческой воли, тайной свободы, которой не хотел и не мог уступать. Ибо потом ничего нет и не может быть вовсе – ни песен, ни надежды, ни радости, ни свободы. Я верю, то Бог меня снегом занёс. Творческая воля – то был последний рубеж. 33. Пушкинскому дому Имя Пушкинского дома в Академии наук. Звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это – звоны ледохода на торжественной реке, перекличка парохода с пароходом вдалеке. Это – древний сфинск, глядящий вслед медлительной волне, всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне. Наши страстные печали над таинственной невой, как мы чёрный день встречали белой ночью огневой. Что за пламенные дали открывала нам река? Но не эти дни мы звали, а грядущие века. Пропуская дни гнетущих кратковременный обман, прозревали дни грядущих синерозовый туман. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук имя Пушкинского дома в Академии наук? Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади сената, тихо кланяюсь ему? 11 февраля 1921 Рождённые в года глухие Профессор Ганс-Гёрг Гадамир, трактуя феномен понимания как способ человеческого бытия, опыт жизни, истории, искусства или науки, учил находить общий смысл в различных воззрениях. Наша повседневная жизнь является собой непрекращающееся движение через одновременность прошлого и будущего. Сущность того, что мы называем духом, заключается в самой способности продвигаться вперёд, удерживая этот горизонт открытого будущего и неповторимого прошлого. Мнемозина, муза памяти, муза овладевающего воспоминания, царящая там одновременно и муза духовной свободы. И память и воспоминания, несущие в себе искусство прошлого, традицию нашего искусства и смелое экспериментирование, его невероятные, противоречивые, себя отрицающие формы, одинаково свидетельствуют о деятельности духа. И мы должны спросить себя, что вытекает из такого единства прошлого и настоящего. Гадамир. Актуальность прекрасного. Удерживая горизонт открытого будущего и неповторимого прошлого, Александр Блок в 1908 году пишет цикл стихотворений «На поле Куликовом», привязанный к исторической битве 1380 года, когда русское войско под предводительством князя Дмитрия Донского разгромило полчища золотоордынского хана Мамая. На поле Куликова Мы, сам друг, над степью в полночь встали, не вернуться, не взглянуть назад. За непрядвой лебеди кричали, и опять, опять они кричат. На пути горючий белый камень, за рекой поганая орда, светлый стяг над нашими полками не взыграет больше никогда. И к земле, склонившись головою, говорит мне друг «Остри свой меч, чтоб недаром биться с татарвою, за святое дело мертвым лечь». Я не первый воин, не последний, долго будет родина больна, помянишь заранее обедней, мила друга, светлая жена. 8 июня 1908 Нина Николаевна Берберова в биографической книге «Александр Блок и его время», вышедшей в 1947 году на французском языке в Париже, отмечала. Уже в 1908 году он предчувствует скорбную судьбу России. Его интересует не политика, а как сохранить бессмертную душу его страны и будущее, в котором он прозревает ожесточенную борьбу во спасение вечных частиц этой души. Он берется за эту тему не как мыслитель, вооруженный умозрительными схемами, но как поэт чувствующий, страдающий и любящий. Если так, долго будет родина больна, историческая это реминисценция или пророческое суждение о будущем. В любом случае идея «за святое дело мертвым лечь» актуальна в российской истории множественное число раз, как в 1380, 1612, 1709, 1812, 1853, так и в 1904, 1914 и 1941. А на рубеже XIX и XX веков знаток Син Симона, ведший некогда переписку с Карлом Марксом, адвокат Танеев, высказывал за обедом сногсшибательные сентенции о том, что от существующего строя не останется и камня на камне. И еще нежно любил он сент-жюста. Его постоянную поговоркою было упоминание всем и каждому, как некое мементомори. Это будет тогда, когда мужики придут рубить головы нам. И ужаснув либерала, порывающегося идти в народ в Афраке и в Шапокляке, весьма довольный он нюхал розу. По его мнению, давно пора рубить голову, туда и дорога нам. Это мнение его распространялось на весь круг друзей и знакомых. Удивительно, что у них головы на плечах. Еще сто лет тому назад следовало бы начать головорубку. И как жаль, что Робеспьер не дорубил. Андрей Белый на рубеже двух столетий Осенний день Идем по жневью, не спеша, с тобою, друг мой скромный, И изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих, лишь слышно, ворон глухо зовет товарищей своих, да кашляет старуха. Овин растелит низкий дым, И долго под Овином Мы взором пристальным следим За лёдом журавлиным. Летят, летят косым углом, Вожак звенит и плачет. О чём звенит? О чём? О чём? Что плач осенний значит? И низких нищих деревень Не счесть, не смерить оком И светит в потемневший день Костёр в лугу далёком. О нищая моя страна! Что ты для сердца значишь? О бедная моя жена! О чём ты горько плачешь? 1 января 1909 Более чем когда-нибудь я вижу, Что ничего из жизни современной я до смерти не приму И ничему не покорюсь. Её позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя. Не переделает никакая революция. Все люди сгниют, несколько человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня всё та же, лирическая величина. На самом деле её нет, не было и не будет. Я давно уже читаю «Войну и мир» И перечитал почти всю прозу Пушкина. Это существует. Александр Блок Из письма матери 19 июня 1909 года Бытие книги – это бытие смысла В понимании людей, способных выполнить смысл. Поэту не могут быть чужды индивидуальные человеческие устремления, чувства, желания. Иначе о чём, о какой человеческой субъективности и индивидуальности расскажут стихи? Но при сильном личностном творческом начале в поэте также говорит надиндивидуальное, образное и свободное слово, благодаря которому действительно становление и понимание текста. Так, на грани творческой индивидуальности и надиндивидуального родного языка рождаются литературные произведения. От прозы до стихов, от лирики до публицистики. Так и только так существуют они и в сознании читателя. Я перечитал почти всю прозу Пушкина. Это существует. Из индивидуального человеческого желания жить, общаться, любить происходит стремление преодолеть одиночество, а также сами понятия общественности, общественной деятельности, народной души. В обязательстве написать доклад о единственном возможном преодолении одиночества при общении к народной душе и занятии общественной деятельности. Александр Блок. Записные книжки. 12 сентября 1908 года. И написанной тогда же статье «Народ и интеллигенция» 1908 года. Понятия общественности совсем не согласуются с положением «переделать уже ничего нельзя, не переделает никакая революция», продиктованном Блоку самим языком, духом времени, над индивидуальным прозрением. Все люди сгниют, несколько человек останется, люблю я только искусство, детей и смерть. Перед этой неизбежностью какое может быть преодоление одиночества? Спасение в полной отрешенности. Освобождение в скиту, в одиночестве я и его символического собеседника ты. На поле Куликова. В ночь, когда Мамай залег с ордою, в степи и мосты, в темном поле были мы с тобою, разве знала ты? Перед доном темным и зловещим средь ночных полей слышал я твой голос сердцем вещим в криках лебедей. С полуночи тучей возносилась княжеская рать, и вдали, вдали остремя билась, гласила мать. И чертяк круги, ночные птицы реяли вдали, а над Русью тихие зорницы князя стерегли. Орлий клёкот над татарским станом угрожал бедой, а непрядва убралась с туманом, что княжна фатой. И с туманом над непрядвой спящей прямо на меня ты сошла в одежде свет струящий, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда наутро тучей черной двинулась орда, был в щите твой лик нерукотворный, светит навсегда. 14 июня 1908 Поэт сам создает свою жизнь. Такую, какой до него не было. Суть его жизни в стихах, хотя сама по себе жизнь, личная жизнь по мнению Блока, это просто кое-как. В конце сентября 1901 года Александр Блок перешел на славяно-русское отделение филологического факультета. Поэт рассказывал. От полного незнания и неумения сообщаться с миром, со мною случился анекдот, о котором я вспоминаю с удовольствием и благодарностью. Как-то в дождливый осенний день, если не ошибаюсь, с 1900 года, отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир Божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюдом. Воснецова. Уже через год после этого я стал печататься серьезно. Первыми, кто обратил внимание на мои стихи со стороны, были Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы, двоюродная сестра моей матери. Первые мои вещи появились в 1903 году в журнале «Новый путь» и почти одновременно в альманахе «Северные цветы». Александр Блок. Автобиография Опять с вековою тоскою Пригнулись к земле ковыли, Опять за туманной рекою Ты кличишь меня издали. Умчались, пропали без вести Степных кобылиц табуны, Размазаны дикие страсти Под игом ущербной луны. И я с вековою тоскою, Как волк под ущербной луной, Не знаю, что делать с собою, Куда мне лететь за тобой. Я слушаю рокоты сечи И трубные крики татар, Я вижу над Руссю далече Широкий и тихий пожар. Объятый тоскою могучий Я рыщу на белом коне, Встречаются вольные тучи В омглистой ночной вышине, Вздымаются светлые мысли В растерзанном сердце моём И падают светлые мысли, Сожжённые тёмным огнём. Явись, моё дивное диво, Выцветлым меня научи, Вздымается конская грива, За ветром взывают мечи. 31 июля 1908 2 января 1903 года поэт сделал предложение Дочери знаменитого русского химика, Любови Дмитриевне Менделеевой. Первый раз они повстречались в университетском дворике, Когда Саше было три года, а Любе два. Молодые люди вместе участвовали в домашних спектаклях, Он был Гамлет, Она, Офелия, И редко обходились друг без друга. 25 мая состоялось обручение. 17 августа очень красиво и торжественно венчание В церкви села Тараканово И свадебный банкет в имени Менделеевых в Боблово. На следующий день молодожёны вернулись в Петербург, Где начиналась полновесная литературная деятельность Человека бесстрашной искренности. В номере три журнала «Новый путь» вышла его первая проза. Две маленькие рецензии. Одна на переводы «Овидия», выполненные Шестаковым, Другая на брошюрку от старного полковника Бейнингена «Близость второго пришествия спасителя». В четвёртом же номере «Нового пути» Появился исполненный музыкой отзыв на симфонию Вторую драматическую Андрея Белову. Ветер принёс издалёка Песни весенний намёк. Где-то светло и глубоко Небо открылся клочок. В этой бездонной лазуре В сумерках близкой весны Плакали зимние бури, Рели звёздные сны. Рокко, темно и глубоко Плакали струны мои. Ветер принёс издалёка Звучные песни твои. 29 января 1901-1907 Чтобы что-нибудь создать, надо чем-то быть. Не без основания утверждал Иоганн Вольфганг Гёте. Превращением жизни в мистерию, в художественное действие, личное творчество бредили московские символисты Андрей Белый, Сергей Михайлович Соловьёв, Элис, Нина Ивановна Петровская и другие. Знакомство с ними произошло в январе 1904 года по приезде блоков в Москву. 10 января 1904 года, в морозный пылающий день, раздаётся звонок. Меня спрашивают. Выхожу я и вижу. Нарядная дама выходит из меха. Высокий студент, сняв пальто, его вешает, стиснув в руке рукавицы молочного цвета. Фуражка лежит. Плоки. Широкоплечий, прекрасно сидящий сюртук с тонкой талией, с воротником, подпирающим шею, высоким и синим. Супруга поэта одета, подчёркнуто чопорно. В воздухе запах духов. Молодая, весёлая, очень изящная пара. Но, но Александр Леблок, юноша этот, с лицом, на котором без вспышек румянца, горит розоватый обветр. Не то молодец сказок, не то очень статный военный, со сдержами ровных, немногих движений, застенчиво милым, чуть на бок и склонённым лицом, улыбнувшимся мне. Он подходит, растериваясь, голубыми глазами, присевшими в складки, от явных усилий меня разглядеть, и стоит, потоптываясь, сходство с гауптманом юным. Борис Николаевич, поцеловались. Но образ, который во мне возникал от стихов, был иной. Роста малого, с бледно-болезненным, очень тяжёлым лицом, с небольшими ногами, в одежде не сшитой отлично, вперённый всегда в горизонт, беспокоящим фосфором глаз. И с зачёсанными волосами. Таким вставал Блок из раздунь. Ах, сам я бледен, как снега, в упорной дуне, сердцем беден. Курчавая шапка густых ржеватых волос, умный лоб, перерезанный складкою, рот улыбнувшийся, глаза приближённо смотрят, явивши растерянность, большую, чем подобало, разочарование. Моё состояние передалось Александру Александровичу. Он, конфузясь смущением моим, очень долго замешкался с недоумённой улыбкою около вешалки. Я всё старался повесить пальто, он в карман рукавицы засовывал, и не смущалась нарядная дама супруга его, не сняв шапочки, ярко пылая морозом и ясняясь опрядями золотоватых волос, смеховую большущую муфтой в руке прошла в комнаты, куда повёл я гостей и где мать ожидала их. Андрей Белый. Начало. Век. Брожу в стенах монастыря, безрадостный и тёмный инок, чуть брежет бледная заря, слежу мелькания снежинок. Ах, ночь длинна, заря бледна, на нашем севере угрюмом у занесённого окна упорным предаются думам. Один и тот же снег белей нетронутой и вечной ризы, и вечно бледный воск свечей и убелённые карнизы. Мне странен холод здешних стен, и непонятна жизнь и бедность. Меня пугает сонный плен и, братья, мертвенная бледность. Заря бледна и ночь долга, как ряд за утрень и обеден. Ах, сам я бледен, как снега, в упорной дуне сердцем беден. 11 июня 1902-го Шахмата «Нравится мне его строгое лицо и голова флорентинца эпохи Возрождения», – признавался Максим Горький после знакомства с ним на средах у Вячеслава Ивана. «Что-то вечно зыбилось и дрожало возле рта, под глазами, как бы втягивало в себя впечатление», – вспоминал облик поэта Корней Иваныч Чуковский. Физиономист и художник Максимилиан Волошин ставил мысленный эксперимент. Мысленно пропускаю я перед собой ряд образов, лики современных поэтов – Бальмант, Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Александр Блок – длинное ожерелье японских массов, каждая из которых остается в глазах четкостью своей гримасы. У Валерия Брюсова лицо звериное, маска дикой рыси с кисточками шерсти на ушах, хищный кошачий лоб, убегающий назад, прямой затылок на одной линии из шеи, глаза раскольника, как углем обведенные черными ресницами, злобный оскал зубов, который придает его смеху оттенок ярости. В Андрее Белом есть та же звериность, только подернутая тусклым блеском безумия. Глаза его, точно так же обведенные углем, неестественно и безумно сдвинуты к переносице. Нижние веки прищурены, а верхние широко открыты. На узком и высоком лбу тремя клоками дыбом стоят длинные волосы, образуя прическу а-ля Антихрист. Среди этих лиц, сосредоточенных в одной черте устремленности и страстного порыва, лицо Александра Блока выделяется своим ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая маска. Академически нарисованная, безукоризненная в пропорциях, с тонко очерченным лбом, с безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися волосами, с влажным изгибом уст. Оно напоминает строгую голову Проксителева Гермеса, в которую вправлены бледные глаза из прозрачного тусклого камня. Мраморным холодом веет от этого лица. Рассматривая лица других поэтов, можно ошибиться в определении их специальностей. Вячеслава Иванова можно принять за добросовестного профессора, Андрея Белого за бесноватого, Бальмонта за знатного испанца, путешествующего инкогнито по России без знания языка, Брюсова за цыгана. Но относительно Блока не может быть никаких сомнений в том, что он поэт, так как он ближе всего стоит к традиционно романтическому типу поэта, поэта классического периода немецкой поэзии. Максимилиан Волошин, Александр Блох, Нечаянная радость О, я хочу безумно жить, Всё сущее увековечить, Безличное почеловечить, Несбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжёлый, Пусть задыхаюсь в этом сне, Быть может, юноша весёлый В грядущем скажет обо мне, Прости, мугрюмство, Разве это закрытый двигатель Его, он весь Дитя добра и света, Он весь Свободы торжество. 5 февраля 1914. К концу 1904 года Александром Блоком было написано почти 750 стихотворений. 13 декабря проходит первое публичное обсуждение его творчества в кружке изящной словесности при Петербургском университете. Стих Блока «Гибок и задумчив», отмечает Волошин в 1907. У него есть своё лицо, в нём слышен голос поэта. Это достоинство редкое и драгоценно. Сам он читает свои стихи неторопливо, размеренно, ясно, своим ровным матовым голосом. Его декламация развертывается строгое, спокойное, как ряд гипсовых барельефов. Всё оттенено, построено точно, но нет ни одной краски, как и в его мраморном лице. Намеренная тусклость и равнодушие покрывают его чтение, скрывая, быть может, слишком интимный трепет, вложенный в стихи. Эта гипсовая барельефность придаёт особый вес и скромность его чтению. Максимилиан Волошин, Александр Блок, «Нечаянная радость». Дитя добра и света, свободы, торжество – это стихи, это подлинная жизнь поэта, рассказанная им самим. Угрюмство и тяжёлый сон, в котором задыхаешься, личная жизнь, которая кое-как, но которая и не суть важна для голоса и облика сокрытого двигателя. Каков бы ни был этот облик и голос, дети рубежа, дети страшных лет России, молодые символисты узнавали друг друга. Сокрытый двигатель во всей эпохе на всех один. Мы, дети рубежа, позднее, встречаясь, узнавали друг друга. Ведь мы были до встречи уже социальной группой подпольщиков культуры. Группа объединилась не столько на «да», сколько на «нет». Эпоха нас, родившая, была статична. Мы были в те годы. Заряд динамизма. Отцы наши, будучи аналитиками, превратили анализ в догму. Мы, отдаваясь текучему процессу, были скорее диалектиками, ища единство противоположностей, как целого неадекватного только суммы частей. Слагаемые или части, не отражающие чего-то в целом, называли эмблемами мы. Искомое целое, как обстанием, неданную действительность, мы назвали сферой символа. Под словом символ, разумел я конкретный синтез, а не абстрактный. В его квалитативности, а не только в квантитос. Рассудочный синтез квантитативен. После Канта, всякий синтез принял форму синтеза в рассудке. И только под символом, разумели мы, химический синтез, разумелись, соль, свойства которой, не даны ни в яде хлора, ни в яде натрия, соль образующих, ставит знак равенства между химией, свойств и частей в целом, не данной в частях. И мистикой может только человек, не изучавший природу химических веществ, природы диалектики, природы количественной качественности, о которой правильно говорит Энгельс. Мы разумели некую жизненность факта, не взятую на учет формальными эстетиками. Слово символон производил я от глагола симбалло, соединяю, как вместе сбрасываю с выделением химической энергии, присуществляющей хлор и натрий в третье новое вещество, соль. Символизм, а сначала осуществленный до конца синтез, а не только соположение синтезируемых частей, синтитеми, сополагаю. В соположении количество не выявляют еще своих новых качеств, причем мистика, разве химическая реакция мистична? В символизации мы подчеркивали процесс становления новых качеств, в словесной изобразительности диалектику течения новых словесных значений, мы были всегда гераклитианцами, несущими бунт в царство средневекового Аристотеля. Самое понятие гераклитовского логоса было нам понятием ритма, закона изменений, а не статической формы или нормы рассудка. Андрей Белый. На рубеже двух столетий. Друзья, молчите, проклятые струны. Аполлон Майкл. Друг другу мы тайно враждебные, завистливы, глухи, чужды. А как бы и жить, и работать, не зная, из вечной вражды? Что делать? Ведь каждый старался свой собственный дом отравить. Все стены пропитаны ядом, и днегде головы преклонить. Что делать? Изверившись в счастье, от смеху мы сходим с ума. И пьяный с улицы смотрим, как рушатся наши дома. Предатели в жизни и дружбе, пустых расточители слов. Что делать? Мы путь расчищаем для наших далеких сынов. Когда под забором в крапиве несчастные кости сгниют, какой-нибудь поздний историк напишет внушительный труд. Вот только замучит проклятый ни в чем не повинных ребят Годами рождения и смерти и ворохом скверных цитат. Печальная доля, так сложно, так трудно и празднично жить И стать достоянием доцента, и критиков новых плодить. Зарыться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда. Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда. 24 июля 1908 По оценке самого поэта, университет не сыграл в его жизни особенно важной роли. По всей видимости, речь идет о мировоззренческой роли обучения в университете, ведь академическая среда профессоров и их ученых дискуссий была частью домашнего быта, в котором происходил его рост и воспитание. В то же время нельзя исключать, что обостренное чувство истории, звучное, ярко явленное в стихотворном цикле о битве 1380 года, заговорило языком музы памяти и одновременно музы духовной свободы, не без помощи лекции уважаемых профессоров Соболевского, Шляпкина, Платонова, Веденского, Зелинского. Высшее образование, полученное в императорском университете, дало дисциплину ума и навыки работы с текстом. Они пригодились ему в историко-литературных изысканиях и в критических опытах, долей и научностью, которая заключена в них, я обязан университету. В октябре 1905 года во главе революционной демонстрации поэт несет красное знамя На поле Куликовом И мглою бед неотразимых Грядущий день заволокло Владимир Соловьев Опять над полем Куликовым Зашла и расточилась мгла И словно облаком суровым Грядущий день заволокла За тишиною непробудной, За разливающейся мглой Не слышно грома битвы чудной, Не видно молнии боевой. Но узнаю тебя Начало высоких и мятежных дней Над вражьим станом, как бывало, И плеск, и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем Недаром тучи собрались Доспех тяжел, как перед боем Теперь твой час настал Молись 23 декабря 1908 В собрании стихотворений 1912 года Поэт сопроводил цикл следующим примечанием Куликовская битва принадлежит По убеждению автора К символическим событиям русской истории Таким событиям суждено возвращение Разгадка их еще впереди Стихотворение Сложный организованный смысл Этот смысл нередко превосходит Истолкование, которое может Позволить себе поэт Собственно говоря, авторские комментарии Это только одно из возможных истолкований Время находит в организации стихотворения новый смысл Актуальный, глубочайший, со своим звуком и цветом А если не находит, стих превращается в артефакт Интересный исключительно для историков литературы И немногих любителей средневековой поэзии Так, по мнению Орлова В статье «Народ и интеллигенция» Александр Блок дает следующее истолкование Образам стихотворного цикла Русский стан Дмитрия Донского Это полуторастамиллионный народ Несчислимые силы которого Пока еще дремлют в бездействии А вражий стан поганой Орды Это несколько сот тысяч интеллигентов Не умеющих найти путей к народу Очевидно, что если бы смысл цикла Ограничивался интерпретацией данной ему Советским литературоведением Вряд ли бы цикл мог быть содержательным Для будущих поколений Вот почему доспех тяжел, как перед боем Это совсем не о бордах бездействующего Где-то в 908 году народа А и о тех, кто в ноябре 1941 и в апреле 1945 Теперь твой час настал Молись Это уже, конечно, обо всех нас Узнающих и принимающих жизнь И приветствующих ее звоном счета Какие бы перемены По своей суровости и размаху Не уступающие битве на поле Куликовым Или даже превосходящие ее Не сжимали кольцо нашего существования Не бросали жребий России Во всей ее лирической величине Слово поэта сказано, голос его услышан О, Русь моя, жена моя, До боли нам ясен долгий путь Вот, наверное, отчего после всех катастроф и терний Исторического пути, революции и эволюции Русская речь может звучать во всей своей силе и полноте Вот что в конечном итоге вытекает из самих себя Отрицающих форм искусства Из единства прошлого и настоящего Из деятельности духа Кольцо существования тесно Как все пути приводят в Рим Так нам заранее известно Что все мы рабски повторим И мне, как всем, все тот же жребий Мерещится в грядущей мгле Опять любить ее на небе И изменить ей на земле Июнь 1909 19.19.1914 Летом 1910 года Андрей Белый в третий, последний раз после всех разрывов Мучительных объяснений и вызовов на дуэль Вернулся к блоку Теперь уже навсегда Без единого облачка их отношения продолжались На протяжении еще 11 лет Я случайно прочел в Волынской губернии Стихотворения Куликова Поля И действие этого стихотворения На меня было действием грома Как цикл шахматовских стихов Знаменовал для меня первую встречу С Александром Александровичем Как чтение балаганчика Февраля 6 года Открывало для меня вторую тяжелую фазу Наших отношений Так Куликово Поле было для меня Лейтмотивом последнего и окончательного Вода между нами Куликово Поле не раз навсегда показало Неслучайность наших с Александром Александровичем путей Перекрещивающихся фатально И независимо от нас Ибо стиль и тон настроения Вплоть до мельчайших подробностей Был выражением того самого К чему я пришел Что я чувствовал Что я переживал всеми фибрами своей души Не умея это все высказать в словах И вот Александр Александрович за меня выразил В своем стихотворении Это мое То есть опять-таки наши с ним Тут я понял Что эти годы Внешнего молчания Нас соединили вновь Больше всех разговоров и общений Соединили в том Что уже не требует никакого общения Соединили нас в духе В 10 году я уже задумывался Над темой Петербурга И пусть Петербург носит совершенно Иной внешний вид чем Куликово Поле Однако глубиной Мотив Петербурга Неудачно выявленный И загроможденный Внешне психологической фабулой Едва слышимой читателю Укладывается в строки Александра Александровича Доспех тяжел, как перед боем Теперь твой час настал Молись А вся психологическая фабула Петербурга Исподлинный рассказ о том Какими оккультными путями Злая сила развязывает Дикие страсти подвигом ущербной луны И рассказ о том, как не знаю Что делать с собой И куда мне лететь за тобой Я тотчас же написал Александру Александровичу письмо Подобное первому Мною написанному По поводу стихов О прекрасной даме И получил от него Точас же ласковый Острый ответ Говорящий моему письму Да И вновь возникла Переписка между нами А осенью 10 года Мы все встретились в Москве Уже по-настоящему Вечному Андрей Белый Воспоминания об Александре Брюке Зинаиде Николаевне Гиппиус Рожденные в года глухие Пути не помнят своего Мы, дети страшных лет России Забыть не в силах ничего Испепеляющие годы Безумья ль б вас Надежды ль весть Одни войны Одни свободы Кровавый отцвет В лицах есть Есть немота То гул набата Заставил заградить уста В сердцах восторженных Когда-то Есть роковая пустота И пусть над нашим Смертным ложем Взобьется с криком Вороньё Те, кто достойны Боже Боже Да узрят царствие Твое 8 сентября 1914 Восторга творческого чаша Отцы большинства символистов были образованными позитивистами Последователями Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера Но, как утверждал адвокат Танеев Все мещане И профессора, которые большей частью тупицы Есть несколько изящно умных людей А прочие обрастают жиром и чудовищными половыми инстинктами Андрей Белый На рубеже двух столетий Символизм Символизм, как представлял себе Андрей Белый В этом случае Являет собой интереснейшее явление В своем декаденском отрыве от отцов Он антитеза позитивизма 70-х-80-х годов В своем нет этим годам А в своем да В символизме пар экселланс Он врождается в энное количество течений Уже действующих в начале века За пределами того символизма О котором писали историки литературы Действительно странно В 1910 году провозгласили конец символизма А до 1910 года Символизм смешивали с декаденством На рубеже двух столетий Наука И только наука может дать человечеству то, Без чего оно не может жить Символ и закон Полагал Эрнест Ринан Эволюцию может остановить Либо величайшее совершенство Либо наиполнейшее счастье Настаивал Герберт Спенсер Понятно, что ни величайшее совершенство Ни наиполнейшее счастье Недостижим Сколько бы и откуда бы кривые линии Исторического развития Не приближались к своим асимптотам Это по определению И в споре физиков с лириками Позитивизма с символизмом Поэзия мудрее Символисты старше И вновь порывы юных лет И взрывы сил И крайность мнений Но счастья не было И нет Хоть в этом больше нет сомнений Пройди опасные года Тебя подстерегают всюду Но если выйдешь цел Тогда ты наконец поверишь чуду И наконец увидишь ты Что счастье и не надо было Что сей неизбыточной мечты И на полжизни не хватило Что через край перелилась Восторга творческого чаша И все уж не мое, а наше И с миром утвердилась связь И только с нежною улыбкой Порою будешь вспоминать О детской той мечте О зыбкой, что счастьем привыкли звать 19 июня 1912 Молодые по возрасту символисты В отстаивании своего права На символическое мышление И величайшее формальное совершенство Изначально противостояли Как гражданской лирике Эпигонов Некрасова Так и мировоззренческим убеждениям Сторонников материалистической Экспериментальной науки Не единожды им буквально приходилось Доказывать милому читателю Критику своему слепому Что по крайности есть у поэта И косые тучки и век золотой А тому злочастному Кто ограничился Боклем, Бюхнером И Малешотом Недоступно все это Только в июле Дописываю я свою первую книгу Пишу четвертую часть В ней показан провал бреда мистиков И одновременно получаю письмо От Сережи Он пишет, что в Дедове Гостил кузен Александр Александрович Блок Чтящий Владимира Соловьева В кого-то влюбленные И пишущие великолепные стихи Это были первые стихи О прекрасной даме То, что у Блока подано В мистической восторженности Вною подано в теме к иронии Но любопытно И Блок, и я Совпав в темах во времени Совсем по-разному оформили темы У Блока она всерьез, у меня она шарж Ранней осенью цикл разговоров о Блоке В семье Соловьевых Показан впервые мне ряд его стихотворений Великолепно сработанных До этого поэт Блок мне был неведом Я становлюсь убежденным поклонником поэзии Блока И ее распространителем Соловьевы решают, что Блок Симптом времени, как речи Батюшкова Уже чистящего к нам, как пожары слов Эртеля Вынурнувшего из бездны Как весть о Рачинском Ольве Тихомирове Как появление внезапное Самой двуногой Софии из Нижнего Шмидт в кабинете Михаила Соловьева Именно в эту осень Андрей Белый Начало века Есть игра Осторожно войти Чтоб внимание людей усыпить И глазами добычу найти И за ней незаметно следить Как бы ни был не чуток и груб Человек, за которым следят Он почувствует пристальный взгляд Хоть в углах еле дрогнувших губ А другой точно сразу поймет Вздрогнут плечи, рука у него Обернется и нет ничего Между тем беспокойство растет Тем и страшен невидимый взгляд Что его невозможно поймать Чуешь ты, но не можешь понять Чьи глаза за тобою следят Ни корысть, ни влюбленность, ни месть Так игра, как игра у детей И в собрании каждом людей Эти тайные сыщики есть Ты и сам иногда не поймешь Отчего так бывает порой Что с обоим ты к людям придешь А уйдешь от людей не с собой Есть дурной и хороший есть глаз Только лучше б ничей не следил Слишком много есть в каждом из нас Неизвестных, играющих сил О, тоска! Через тысячу лет Мы не сможем измерить души Мы услышим полет всех планет Громовые раскаты в тиши А пока в неизвестном живем И не ведаем сил мы свои И как дети, играя с огнем Обжигаем себя и других 18 декабря 1913-го А ведь действительно То, что московский студент Бугаев Андрей Белый Пытался выдать на полном серьезе Получалось как шарж А то, что петербуржец Блок Писал со здоровой долей иронии Выходило в серьезной поэзии Мистическое или нет Восторженность приходила позднее При чтении Какое Юрий Михайлович Лотман Очень точно охарактеризовал Как символизирующие Северной музой духовной свободы Московским органавтам Нельзя было не считаться Их опыты в сравнении со стихами Блока Походили на шарж Не любить духовного собрата Было нельзя Именно он выражал их чаяния и устремления Но любили они его своею Странной любовью Со странной близостью И зигзагистой линией отношений Болью, ненавистью И порой отвращением Все как и должно быть В известном дружеском союзе И не менее известной Творческой дилемме Моцарта и Сальери Я его ценил как никого Но временами мне его хотелось убить Труднее мне зарисовка Александра Блока Мало с кем была такая путаница Как с ним Мало кто в конечном итоге Так мне непонятен в иных мотивах Еще и не время сказать все о нем Не во всем я разобрался Да и люди, меж нами стоявшие До сели здравствующие И препятствуют моим высказаниям Мало кто мне так бывал близок, как Блок И мало кто был так ненавистен, как он В другие периоды Лишь с 1910 года Выровнялась зигзагистая линия Наших отношений в ровную, спокойную Но несколько далековатую дружбу Ничем не омраченную Я его ценил как никого Временами он вызывал во мне дикое отвращение Как автор нечаянной радости О чем свидетельствует моя рецензия на его драмы Обломки миров Перепечатанная в книге Арабески Блок не причинил боль Он же не раз горячностью оказывал и братскую помощь Многое было, одного не было, идиллии Не было блока белой, как видят насквозь призму Лен Андрей Белый. Начало века Погружался я в море клевера, окружённый сказками пчёл, Но ветер, зовущий с севера, моё детское сердце нашёл, Призывал на битву равнинную побороться с дыханием небес, Показал мне дорогу пустынную, уходящую в тёмный лес. Я иду по ней косогорами и смотрю неустанно вперёд, Впереди с невинными взорами моё детское сердце идёт, Пусть глаза утомятся бессонные, запоёт за аллею пыль, Мне цветы и пчёлы влюблённые Рассказали не сказку, были. 18 февраля 1903 5 мая 1906 года Александр Блок завершил курс обучения В университете и получил диплом первой степени. К этому времени в альманахе Факелы увидела светлого драма «Балаганчик», в действующих лицах которой угадывались молодые символисты Андрей Белый, Сергей Соловьёв, сам автор и его молодая жена, в коллизиях их совместных бдений, зорь, вечеров, в шахматове и бессонных до утра споров о прекрасной даме, вечной женственности, метафизики и любви. Раз, слушая, он наклонил низко к голову. Но и наклон головы и поставленный нос выражали растерянно недоумённое – хи или ха – в смесь иронии, что всё игра с беспредметным испугом слепца, раскоряченного не на кресле, на кочке болотной и перебирающего не махровую кисть, а бандуру с расстроенным строем, вдруг встал, взяв за локоть, увёл на террасу, спустились не в сад, упадающий круто тропами флесняк, встали в поле средь трав. Закривившимся ртом разгрызал переломанный злак, выговаривал медленно, мысли подчёркивал, что они – не каприз, нет, он знает себя, мы его принимаем за светлого, это неправда, он тёмный. Напрасно же думаешь ты, что я… Не понимаю я… Голос подсох, носовой чуть туманный, натреснутый, как колуном, колол слово своё, как лучину, прося у меня безотчёт на прощение взглядом невидящих и голубых своих глаз. Тёмный я… Мы стояли без шапок, под пеклом. Мы тронулись медленно, перевлекая короткие чёрные тени. Он мне говорил о коснении в быте, о том, что он не верит ни в какое светлое будущее, что минутами ему кажется, рот человеческий гибнет. Его пригнетает, что он, блок, чувствует в себе косность, и что это, вероятно, дурная наследственность, в нём рот гнетёт. Что старания его найти себе выражения в жизни тщетны, что на чаше весов перевешивает смерть. Все мы погаснем всё ж, иное не смерти – обман. И натянуто так улыбался и тушился словом, всклокоченный точно. Рассеяно пристально, мимо меня, не запомнились – это волнение, мне пререкаемость тона, как будто попал на исконную тему, которую в годах продумывал. Тема позднее сказалась поэмой «Возмездие», «Возмездие отец», Александр Львович Блок, которого он в себе чувствует. Я и действительно был перетелен. Никак не увязывались с этим мрачным настроением, от которого веяло и скепсисом, инсенсуализмом, цветущий вид, натурализм, загар, мускулы, поза спесивая старца, маститого Гёта из нового Веймара, которую родственники вдували в него. Андрей Белый. Начало века. Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доскою всё, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне, отчаявшейся и больной, ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг послушать тишину ночную, постигнешь слухом жизнь иную, которой днём ты не постиг, по-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь тихождущую утра над белым запушённым садом и небом. Книгу между книг найдёшь в душе опустошённой вновь образ матери склонённой, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь всё вспыхнет в сердце благодарным. Ты всё благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерна более, чем квантум сатис бран до воли, а мир прекрасен, как всегда. Александр Блок. Возмездие. Характер воспоминаний Андрея Белого о Блоке сильно изменился с публикацией в 1932 году записных книжек и дневников поэта. Аргонавт принялся сводить счёты, что, несомненно, повлияло на общий тон мемуаров и оценку былых отношений, в которых многое было переосмыслено вплоть до полной замены знаков. Голоса бит, чуть приглушённые революцией и войной, ожесточённо душили живое чувство прекрасного, пока совсем к 34-му не задушили с ним человека. Он начал сам. Объяснения пустяки. Если главное между людьми занавесится, то объяснения только запутают. Этим как бы сказал, что приехал мириться со мной. Объяснения наши сложились под знаком доверия. Помнились внешние вехи четырёхчасового разгляда причин нашей ссоры. Доказывала я, что в поступках его есть нечёткость молчания. Он терпеливо выслушивал это, и, выслушав, силился мне объяснить, что в его немоте прошлых дней со мной была боль. Не утай. В основном была спутанность отношений между нами и третьими лицами. И он просил изолировать отношения наши друг к другу, не ставить их снова под знак третьих лиц. В этой просьбе его был ответ на запрос мой к нему, ведь молчанием своим прошлогодним он связывал ща и себя в один узел со мною. Но этого я не сказал ему. Он же меня упрекал. Я достроил химеры о нём. Я не видел его. Но химеры возникли, когда он со мной замолчал. Не он ли не хотел со мной объясниться, подав повод думать, что он есть источник двусмысленного поведения тех третьих лиц, о которых сказал он теперь очень внятно? Не надо их впутывать. Этого я не сказал ему из деликатности. Он же приваял, когда нет доверия к жесту поступков, слова не помогут. Я, не соглашаяся с ним, слушал молча. Я понял, что в прошлом году он со мною не мог говорить. Теперь мог. А это значило, в прошлом году он не шёл мне навстречу, а в этом пошёл. Оттого и разбор недомолвок был лёгкий, с улыбкой, мягкой и доброй, бросаемой мне. Я видел решение. Стяж бы её кончить. Он только настаивал. Роль Соловьёва, племянника Владимира Сергеевича Соловьёва, ему непонятно. Я пылко отстаивал друга, доказывая, в свою очередь. Не Соловьёв нас поссорил, а ща. И вторично решили мы. В будущем будем лишь верить друг другу. И руки пожали друг другу. Андрей Белый. Между двух. Революцией. И дух, и невеста, говорят прииди. Апокалипсис. Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Всё дышавшее ложью отшатнулось, дрожа, предо мной бездорожью золотая нежа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльей надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои. 22 февраля 1902. Маленькая феерия «Балаганчик» была поставлена идеально, за что поэт высказал свою признательность Всеволоду Мейерхольду в труппе театра Комиссаржевской, художнику Сапунову и Михаилу Кузьмину, чья обаятельная, водящая в очарованный круг музыка сопровождала спектакль. По словам одной из участниц магической постановки, Мейерхольд во многом противоположный блоку, за какой-то чертой творчества приближался к нему. Это была грань, за которой режиссер оставлял быт, грубую театральность всеобычное сегодняшнего и вчерашнего дня и погружался в музыкальную сферу иронии, где в период «Балаганчика» витал поэт, откуда он смотрел на мир. Фантазия Мейерхольда надела очки, приближающие его зрение к поэтическому зрению Блока, и он увидел, что написал поэт. Веригина. Воспоминания об Александре Блоке. В поисках новых форм театрального искусства Мейерхольд строго следовал тексту Балаганчика, таинственному миру поэзии Блока и сам совершенно замечательно, синтетично играл Пьеро, доводя роль до жуткой серьезности и подлинности. На премьере, как только артисты надели маски и заиграла музыка, случилось что-то такое, что заставило каждого отрешиться от своей сущности. Имя этому было «Очарование». Даже глаза Пьеро смотрели сквозь прорезь маски, по-иному он более остальных ощущал присутствие «пермесских сестер». Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовнёй. Она немедленно уронила на пол толстый том художественного журнала и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места. Всё это было немножко досадно и довольно нелепо. Впрочем, она захотела, чтобы я читал ей вслух Макбета. Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения, я заметил, что она тоже волнуется и внимательно смотрит в окно. Оказалось, что большой пёстрый кот с трудом лепится по краю крыши, подстерегая целующихся голубей. Я рассердился больше всего на то, что целовались не мы, а голуби, и что прошли времена Паула и Франчески. На сцене был построен маленький театрик. С традиционным поднимающимся кверху занавесом по глубине сцены посередине было окно. Параллельно на рампе стоял стол, покрытый чёрным сукном, за которым сидели мистики, в центре председателя. Они помещались за чёрными картонными сюртуками. Из манжетов виднелись кисти рук, из воротничков торчали головы. Мистики говорили не одинаково, одни – притушенным звуком, другие – почти звонко. Они прислушивались к неведомому, к жуткому, но желанному приближению. Веригина. Воспоминания об Александре Блоке. Драма «Балаганчик» была показана театром Комиссаржевской на гастролях в Москве в сентябре 2007 года. Публика реагировала очень бурно, были шумные одобрения и протесты, многие приходили несколько раз, иные не понимали и не принимали новое искусство вовсе. Поэтическое, будучи воплощено на сцене, непременно требует обращения зрителя от внешнего хода действия, фабул, актерских приемов и блеска режиссерских идей к самому себе. Этот взгляд на себя приумножает и организует собственно человеческое содержание символически. Если внутри пустота, если не за что зацепиться, и зритель, слушая и глядя, глухо слеп, умножение на ноль не дают ничего. Драма-пародия вызвала гневную реакцию председателя мистического собрания балаганщика Андрея Белого. Символистов, полагал он, выставили шутами собственных устремлений, а блок слишком быстро посмотрел на самого себя со стороны оком прохожего варвара. Болотные чертенятки Алексею Ремезову Я прогнал тебя кнутом в полный сквозь кусты, чтоб дождаться здесь вдвоём тихой пустоты. Вот сидим с тобой на мху посреди болот, третий месяц наверху искривил свой рот. Я, как ты, дитя дубра, лик мой так же стёрт, тише вот и ниже трав захудалый чёрт. На дурацком колпаке бубенец разлук, за плечами вдалеке сеть личных излук. И сидим мы, дурачки, нежить, немочь, вот, зеленеют колпачки задом наперёд. Зачумлённый сон воды, ржавчина волны, мы – забытые следы, чьей-то глубины. Январь 1905-го. После балаганчика прекрасная дама взбунтовалась. Любовь Дмитриевна ушла от блока к Мейерхольду. Причины разрыва были те же, что и до женихбы в январе 1902-го, когда молодые люди расстались, а объяснения припоручили неотправленным своим письмам. Я не могу больше остаться с вами в тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искренна. Даю вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода, ни с вашей, ни с моей стороны, стало ясно, до чего мы чужды друг другу, до чего вы меня не понимаете. Ведь вы смотрите на меня, как на какую-то отвлеченную идею. Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей. Из-за этой фантастической фикции, которая жила только в вашем воображении, вы меня, живого человека с живой душой, и не заметили, проглядели. Вы, кажется, даже любили свою фантазию, свой философский идеал. А я все ждала, когда же вы увидите меня, когда поймете, чего мне нужно, чем я готова отвечать вам от всей души. Но вы продолжали фантазировать и философствовать. Ведь я даже намекала вам – надо осуществлять. Вы отвечали фразы, которые отлично характеризуют ваши отношения ко мне. Мысль, изреченная, есть ложь. Да, все было только мысль, фантазия, а не чувство хотя бы только дружбы. Я долго искренно ждала хоть немного чувства от вас. Но, наконец, после нашего последнего разговора, возвратясь домой, я почувствовала, что в моей душе что-то вдруг навек оборвалось. Умерла, почувствовала, что ваше отношение ко мне теперь только возмущает все мое существо. Я живой человек и хочу им быть хотя бы со всеми недостатками. Когда же на меня смотрят, как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо. Да, я вижу теперь, насколько мы с вами чужды друг другу. Вижу, что я вам никогда не прощу то, что вы со мной делали все это время. Ведь вы от жизни тянули меня на какие-то высоты. Мне мне холодно, страшно и скучно. Простите меня, если я пишу слишком резко и чем-нибудь обижу вас, но ведь лучше все покончить разом, не обманывать и не притворяться, что вы не будете слишком жалеть о прекращении нашей дружбы, что ли. Я уверена, у вас всегда найдется утешение и в ссылке на судьбу, и в поэзии, и в науке. А у меня на душе еще невольная грусть, как после разочарования. Но, надеюсь, и я сумею все поскорей забыть, так забыть, чтобы не осталось ни обиды, ни сожаления. Любовь Дмитриевна Менделеева И были не небылицы, а в руки и о себе. Стану я в утро туманное, Солнце ударит в лицо. Ты ли, подруга желанная, Сходишь ко мне на крыльцо? Настя ж ворота тяжелые, Ветром пахнуло в окно. Песни такие веселые Не раздавались давно. С ними и в утро туманное, Солнце и ветер в лицо. С ними подруга желанная, Сходит ко мне на крыльцо. 3 октября 1901. У меня женщин не сто, двести, триста или больше, а всего две. Одна – Люба, другая – все остальные. И они разные, и я – разный. Александр Блок. Записные книжки. Дружбу и платонические отношения с супругом Любовь Дмитриевна находила скучными и недостойными женского естества. При том, что Александр Александрович резко разграничивал женственное и женское. Первое воспевал, последнее ненавидел. В супруге же его, не без помощи друзей-оргонавтов, в благоверном гибном природе пела ее расцветшая молодость. И час настал. Она отдала судьбу свою другому. Не спасли ни новые песни, ни старые письма, ни лирическое чувство, что есть у поэта и косые тучки и век золотой. Мир сенситивных радостей оказался притягательнее и сильнее умозрительной сферы вдохновения и очарования жены, облеченной в солнце, премудрости или Софии. Боюсь всех Мирхольдов, Обводных Каналов, Немировичей, Бенуа. Из дневника 20 апреля 1913 года. Между 5 и 7 февраля 1902. Именем Бога Всемогущего, который ближе к вам, чем ко мне, но держит в своей благодати равна вас и меня, обращаюсь к вам уже не с обыкновенным письмом, ибо нет более места обыкновенному, а скорее спросительной проповеди, как это ни странно может быть для вашего сравнительного равновесия. Прошу вас совершенно просто и внимательно отнестись к этому и решить, может быть, трудно, но доступную вашему бессмертию, в которое я верю больше, чем в свою загадку целой жизни. Еще раз говорю вам твердо и уверенно, что нет больше ничего обыкновенного и не может быть, потому что судьба в неизреченной своей милости написала мне мое будущее и настоящее, как и часть прошедшего, в совершенном сочетании с тем, что мне неведомо, а потому самому служит предметом только поклонения и всяческого почитания, как Бога и прямого источника моей жизни или смерти. Может быть, то, что мне необходимо сказать вам, будет очень отвлеченно, но зато вдохновенно. А все вдохновенное вы поймете. Я же должен передать вам ту тайну, которой владею, пленительную, но ужасную, совсем непонятную людям, потому что об этой тайне я понял давно уже главное. Что понять ее можете только вы одна. И в ее торжестве только вы можете принять участие. В том, что я говорю, нет выдумки, потому что так именно устроена жизнь. Здесь корень ее добра и ее зла. И от участников этой жизни зависит принять добро и принять зло. Примите же высшее добро, непохожее на обыкновенное, в том свете, который вам положено увидеть от века. Я знаю вашу вещую веру в конец вашей жизни, который воплотился на земле в идею самоубийства, о чем мы говорили не раз. Кроме того, я знаю и чувствую то неизреченное, которое вас томит, от которого ваша душа скорбит смертельно, о котором вы хотели сказать и говорили мало, потому что нельзя передать, которое я ощутил тогда, как ощущение я ощущаю теперь, ибо нет моей большей близости внутренней к вашим помыслам, чем величайшая моя отдаленность от вас во мне. И я любил, и я изведал безумный хмель любовных мук, и поражения, и победы, и имя, враг, и слово, друг. Их было много, что я знаю, воспоминанья тени сна. Я только странно повторяю их золотые имена. Их было много, но одною чертой соединил их я, одной безумной красотою, чьё имя – страсть и жизнь моя. И страсти таинства свершая, и поднимаясь над землёй, я видел, как идёт другая на ложе страсти роковой. И те же ласки, те же речи, постылый трепет жадных уст и примелькавшиеся плечи – нет. Мир без страсти чист и пуст. И наполняя грудь весельем с вершины самых снежных скал, я шлю лавину тем ущельям, где я любил и целовал. 30 марта 1908. Январь 1912. Любовь Дмитриевна, как и Россия, тоже стала для поэта лирической величиной, значением вечной женственности. А со значением могут ли быть физические отношения? Нет. Никогда. Это то же самое, что осквернить символ. Для физической близости были другие, разные, все остальные. Я спросила, была ли любовь Дмитриевна красавицей? Что вы, Лидия Корнеевна, с такой спиной? Она не только не была красива, она была ужасна. Я познакомилась с ней, когда ей исполнилось 30 лет. Самое главное – в этой женщине была спина широченная, сутулая и бас, и толстые, и большие ноги и руки. Внутренне же она была неприятная, недоброжелательная, точно сломанная чем-то. Но он всегда, всю жизнь, видел в ней ту девушку, в которую когда-то влюбился, и любил ее. Впрочем, в дневнике, говорят, есть страшные они и строки, Орлов их не напечатал. Не говорили люди, читавшие рукопись. Дель Масс я видела в самый момент их романа. Она вместе со мной выступала в доме армии и флота. Порядочная, добрая, но не умная. Она была веснушчатая, рыжая, с некрасивым плоским лицом, но с красивыми плечами, полная. Он, по-видимому, любил, чтобы у женщин было всего много. Очаровательная была Валентина Андреевна. Я очень дружила с ней, не то чтобы красивая, но прелестная. У Волоховой были прекрасные черные глаза. Любовные письма Блока очень благородные. Мне Валентина Андреевна показала одно – все, что осталось от моей молодости, вашей. Лидия Корнеевна Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 19 августа 1940 года. Я медленно сходил с ума У двери той, которой жажду. Весенний день сменяла тьма И только разжигала жажду. Я плакал страстью, утомясь, И стоны заглушал угрюма, Уже двоилась, шевелясь, Безумная больная дума. И проникала в тишину Моей души, уже безумной, И залила мою весну Волною черной и бесшумной. Весенний день сменяла тьма, Хладило сердце над могилой. Я медленно сходил с ума, Я думал холодно о милой. Март 1902. Февраль 1914. Какая страшная у них была жизнь! Это стало видно из дневника. Да и раньше видно было. Настоящий балаган. Другого слова не подберешь. У него роман за романом. Она то и дело складывает чемоданы и отправляется куда-нибудь с очередным молодым человеком. А он сидит один в квартире, злится, тоскует, пишет в дневнике. Люба! Люба! Она возвращается. Он счастлив. Но у него в это время роман с дельмаз. И так все время. Почему бы не разойтись? Ведь, может, у него было бы обыкновенное женское счастье. Лидия Корнеевна Чуковская Меня пытали в старой вере. Кровавый просвет колеса. Гляжу на вас. Что? Взяли звери. Что? Стали дыбом волоса. Глаза уж не глядят. Глоками кровавой кожи я покрыт. Но за ослепшими глазами на вас иное поглядит. 27 октября 1907 Любовь Дмитриевна вернулась к поэту в том же 1908. К этому времени пьянство уже вошло у Александра Блока в привычку. Может быть, я лечу уже вниз. Моя жена не всегда уже имеет сил и волю сдержать меня или рассердиться на меня. Жутко это записывать. Или от того, что на днях будет ребёнок, и она ушла в думу о нём? Не знаю. Александр Блок. Записные книжки. 25 января 1909 года. Тихая передняя родильного приюта. Три часа ночи. Неперестающий запах. Рядом тихо говорят с Любой. Готовят ванну. Акушерка говорит по телефону с доктором. А вдали, наверху, за тишиной и полутьмой, неистовый далёкий вопль рождающей женщины. Или это плачет ребёнок. Потом уже только в ушах звенит. Кафельные своды, чистота. Запах собрался в воротнике шубы. Записные книжки. 29 января 1909 года. Он просидел в приёмном покое до утра. Роды были тяжёлыми. Родился мальчик, которого в честь деда назвали Дмитрием. Поэт принял его, как мог принять своего сына. Блоки поверили в счастье, в семью, новый быт, в радость супружества. Через восемь дней, 10 февраля 1909 года, ребёнок умер. В голубой далёкой спаленке Твой ребёнок опочил. Тихо вылез карлик маленький И часы остановил. Всё как было. Только странная воцарилась тишина, И в окне твоём, пуманная, только улица страшна. Словно что-то недосказано, Что всегда звучит, всегда, Нить какая-то развязана, сочетавшая года. И прошла ты, сонно-белая, вдоль по комнатам одна, Опустила вся несмелая штору синего окна. И потом, едва заметная, тонкий полог подняла, И, как время безрассветное, шевелясь, поникла мгла. Стало тихо в дальней спаленке, Синий сумрак и покой От того, что карлик маленький Держит маятник рукой. Четвёртого октября 1905-го Утро в завесах тёмных окна Однажды в эмиграции, в апреле 1931-го года, Историк и социолог Фёдор Августович Степун Читал Ивану Алексеевичу Бунину стихи Александра Блока. Читал, как отмечено в дневнике жены Ивана Алексеевича, Очень выразительно. «Теперь я понимаю тайну их успеха», – сказал Бунин. «Это эстрадные стихи. Я говорю не в бранном смысле, понимаете. Он достиг в этом большого искусства. И вообще, если я чувствую в произведении ауру художника, Это меня уже болезненно ранит. Для того, чтобы произведение было вполне хорошим произведением, Я должен чувствовать в нём только его ауру, ауру произведения». Кузнецова, «Градский дневник». Самого Александра Блока раздражало как эстрада, Так и поэтические концерты 1900-х. В них он узнавал словесный кафе «Шантан» Религиозно-философских собраний у Гиппиус и Мережковского, И, если принимал участие в чтениях на вечерах, То всё равно относился к ним отрицательно. В ресторане Никогда не забуду, он был или не был, Этот вечер, пожаром зари, Сожжено и раздвинуто бледное небо, И на жёлтой заре фонари. Я сидел у окна в переполненном зале, Где топели смычки о любви. Я послал тебе чёрную розу в бокале, Золотого, как небо. Ай! Ты взглянула, Я встретил смущённо и дерзко Взор надменный И отдал поклон. Обратясь к кавалеру, Намеренно резко ты сказала «И этот влюблён». И сейчас же в ответ что-то грянули струны, Иступлённо запели смычки, Но была ты со мной Всем презрением юным, Чуть заметным дрожанием руки. Ты рванулась движением Испуганной птицы, Ты прошла, словно сон мой, легка. И вздохнули духи, Затремали ресницы, Зашептались тревожно шелка. Но из глуби зеркал Ты мне взоры бросала, И, бросая, кричала «Лови!» Амониста бренчала, Цыганка плясала И визжала заре о любви. 19 апреля 1910-го В начале двадцатого века Поэзия стала узнаваемой в лицо. Выступления в концертах Вывели поэтов из литературных салонов И дружеских кружков Единомышленников К широкой аудитории. Интонации Александра Блока И его манера читать стихи Были также хорошо известны Его современникам, Как голос Федора Шаляпина. В статье «Блок и народная культура города» Юрий Михайлович Лотман показывает, Насколько многопланово город С его культурой входил в творчество И жизнь Александра Блока. Он был и реальностью Противостоящей мнимости Литературного существования, И грандиозным символом, И аудиторией, И огромным театром. На вечерах нового искусства Поэтические концерты, Страдая от убожества своего, Порождали атмосферу пошлости И вульгарности. Писатели, Почти без исключений читать не умеющие, Читающие вяло, Нудно, внос, монотонно, скучно, Читающие тем хуже, Чем больше их внутреннее содержание, Исключений очень мало. Публика, состоящая из людей, Которым все, Все равно. И из молодежи. А молодежь, не особенно многочисленная, Посещающая такие вечера, Разделяется теперь, как известно, Тоже на два лагеря. Одним подавай гражданские мотивы, Если поэт прочтет скверные стихи С гражданской нотой, Аплодирует, Прочтет хорошие стихи Без гражданской ноты, Шипят. Эта группа, по моему глубокому убеждению, Лучшая часть публики, Посещающей вечера нового искусства. Другая группа, Со стилизованными прическами И с настроениями, Но о ней говорить я уж лучше не стану, Чтобы не сказать чего-нибудь Очень неприятного по ее адресу. Такова большая часть Слушателей и зрителей. Несмотря на всю разнородность состава, Она связана между собой, Пожалуй, еще чем-то, Кроме стадного инстинкта, Который развивается весьма успешно При всех зрелищах дурного тона, Тогда как зрелища истина Прекрасные и гармоничные Развивают, как известно, Инстинкты общественные. Это что-то сверх стадности Есть любопытство. Оно-то и заставляет главным образом Посещать вечера нового искусства, Где можно рассматривать со всех сторон И на сцене, и в зале Литераторов и актеров. Александр Блок Вечера искусств Я обращаюсь к писателям, Художникам, устроителям, С горячим призывом Не участвовать в деле Разлагающим обществом. Александр Блок Вечера искусств Молил поэта Блок Поэт Во имя Фета Дай Обет Довольно Навыть с эстрады Гнусавые баллады. Искусству вреден Гнус и крик И нищебеден Твой язык, А публикум Гогочит Над тем, Кто их морочит. Поэт На Блока Заворчал Мерси, Урока Я не ждал, Готов читать Хоть с крыши Или с подворотней Ниши. Мелькну, Как дикий, Там и тут, И шум и крики Всё растут, Глядишь, Меня в итоге На час зачислят В боги. А если б дома Я торчал И два-три тома Наточал, Меня б не покупали И даже не читали. Был в этом споре Блок сражён, В наивном горе Думал он, Ах, нынешние феты, Как будто не поэты. Между 1910 и 1913. Саша Чёрный Символизм пронизывал мышление Блока. Это, в частности, проявлялось в том, что не только явления искусства, но и события и факты окружающего мира для него имели значение, т.е. представляли собой некоторые тексты, из которых должен быть вычитан скрытый смысл. Соответствие глубинным истинам. Такой взгляд приобретает особую значимость в тот период, когда начинается антитеза. Если на первом этапе эволюции Блока мировые символы игнорируют мир житейской обыденности и каждодневной пошлости, то на втором они светят сквозь них. Юрий Лотман, Блок и Народная культура города. Скрытый смысл фактов и вещей, оставаясь скрытым для окружающих, невольно бросается поэту в глаза, когда в его жизни совершаются ни на что не похожие совпадения. Они сопоставляют два бесконечных ряда – вещи и их значения, факты и интерпретации. Осознавая это, поэт осуществляет мгновенный срез действительного, в котором события имеют значение. Они означают нечто помимо самого хода вещей. Они соотносят прошлое с грядущим, мир с мыслью о нем, текст с новым становлением его содержания. Это со-бы-ти-я жизни и ее смысла. И тогда из театра теней возникают живые существования, из нежданных встреч и невнятицы – символы. В октябре Открыл окно. Какая хмурая столица в октябре, Забитая лошадка бурая Гуляет на дворе. Снежинка легкою пушинкою Порхает на ветру, И елка слабенькой вершинкою Мотает на юру. Жилось легко, жилось и молодо, Прошла моя пора. Вон мальчик, посинев от холода, Дрожит среди двора. Все-все по-старому, Бывалому, И будет, как всегда, Лошадке и мальчишке малому Несладки холода. Да и меня без всяких поводов Загнали на чердак, Никто моих не слушал доводов, И вышел мой табак. А все хочу свободной волею Свободного житья, Хоть нет звезды счастливой боли С тех пор, как запил я. Давно звезда В стакан мой канула, Уже ли навсегда? И вот душа опять воспрянула, Со мной моя звезда. Вот-вот в глазах плывет манящая, Качается в окне, И жизнь начнется настоящая, И крылья будут мне. И даже все мое имущество Собою захвачу, Познал, познал свое могущество, Вот вскрикнул и лечу. Лечу, лечу к мальчишке малому Средь вихря и огня, Все-все по-старому, Бывалому, Да только без меня. Сентябрь 1906-го. В памятный день апреля 1931-го Иван Алексеевич спорил С Федором Августовичем. «Вы вот пишете всякие мысли о России, Говорил Иван Алексеевич, А между тем совсем не знаете настоящей России, А все только ее инсценировки Всяких белых блоков и так далее, А это не годится». Федор Августович начал говорить о том, Что он приемлет и Ивана Алексеевича С его диапазоном, Но ему нужен и белый, и блок, И его Россия, и его хлыстовство, Разумея под этим всякое опьянение, И плату зорный добровей. Для меня, если я нахожу в гуне нечто От А до Л, блок дает мне от Л до Э. Для меня соединение этих двух разных ключей, Как в музыке, есть обогащение. Если я приму одного Бунина, Я обедню себя. Кроме того, блок скажет мне что-то такое, Чего не достает мне вас, Например, нет безумия, не внятится. Вы о безумии, а не внятится, Говорите внятно, разумно. Для меня вы и блок, как Моцарт и Бетховер. От каждого я получаю что-то иное. И то, что вы не терпите рядом с собой другого, Может быть есть именно только доказательство Вашей творческой мощи. Мы нашу справедливость искупаем Известным творческим бессилием, А вы по звездам стреляете, Так что же вам быть справедливым? Потом Иван Алексеевич доказывал, Что Россия блока с ее кобылицами, Лебедями, платами узорными. Есть в конечном счете литература и пошлость. Не надо забывать, сколько тут идет От живописи, от всяких миров искусства, От того, что писали картины, Где земли было вот столько, Он показал на три четверти, А небо – одна щель, И на нем какая-то лошадь и овин. О России настоящей они не знали, Не видели, не чувствовали. А я думаю, что если вы русский человек, То вы один из полюсов русской жизни, Стоял на своем степу. Это была кучка интеллигентов, Не слушая, говорил Иван Алексеевич. Россия жила помимо нее. Галина Кузнецова, Грасский дневник. Незнакомка По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, Над скукой загородных дач Чуть золотится крендель булочной, И раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, Заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами Испытанные остряки, Над озером скрипят уключины, И раздается женский вис, А в небе ко всему приученный Бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный В моем стакане отражен, И влагой терпкой и таинственной, Как я, смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «Ин вина веритас!» – кричат. И каждый вечер в час назначенный, Или это только снится мне, Девичий стан шелками схваченный, В туманном движется окне, И, медленно пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна, И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованную И очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, Мне чё-то солнце вручено, И все души моей излучены Пронзило терпкое вино, И перья страуса склонённые В моём качаются мозгу, И очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, Я знаю истину в вене. 24 апреля 1906 Озерки Что же, на беду или нет, На какое-то время блоковская незнакомка Поселилась в умах И в странной близости своего символа Была более реальной, Чем Иван Алексеевич Бунин со всей России. Внесемиотическая реальность Внушала страх, отвращение, Предчувствие конца. Ведающий по местным хозяйствам Иван Алексеевич на деле Тоже любил свою лирическую величину, Которая тайным смыслом просвечивала В его стихах и прозе орловских угодий. Фёдор Августович Степун Был достаточно мудр, Чтобы принимать обувь Ивана и Александра, Вунина и Блока. Новые же поэта Спорили до утра, мучились, Вражду измеряли, потом мирились И, кляня и любя, шли на эстраду. Уже было одиннадцать ночи, Когда мать нас вызвала к чаю, И было за чаем уютно втроём. Блок смешил юмористикой, Часов в двенадцать вернулись опять в кабинет, Говорили о личном. В четыре утра он поднялся, И мне предложил погулять. Я его провожал на вокзал, Его поезд шёл в семь, Как мне помнится, Медленно шли по светавшей Москве, Близ вокзала сидели в извозче чьей? Чайной. За чайником. После разгуливали по перрону. Поезд. Пожали друг другу сердечностью руки, Он на прощание сказал ещё раз, Никому не позволим стоять между нами. Свисток. Поезд тронулся по направлению к клину, Сходил на подсолнечный. Так сердечно окончился Двенадцатичасовой разговор От семи до семи. В нём не всё для меня разъяснилось, Остались неясны детали Вчерашнего поведения Блока, Но было ясно одно – Он отныне хотел быть со мною отчётливым. На прошлом поставил я крест. Им зачёркнуто, в принципе, ща для меня. Оставаясь в разных сражавшихся станах, Мы всё же перекликнулись дважды до встречи. Во-первых, Блок сам напечатал Висак, Свой отказ от Чёркова, И во-вторых, мы сошлись в симпатиях К Леониду Андрееву. С этим последним встречался в Москве я, А Блок в Петербурге. Андреев, вернувшись в Москву, Поделился со мной впечатлением от Блока. Помнится, что в сентябре На гастролях театра Комиссаржевской Смотрел «Балаганчик» И удивлялся великолепнейшему Оформлению спектакля. И всё ж писал я в газетах, Что сомневаюсь в возможности Существования театра символом Золото в лазуре. Блок соглашался со мною и в этом. Комиссаржевская, передавали, Читала внимательно оба моих ильеттоны. Тем временем в Киеве Устроили вечер нового искусства. Приглашены были я, Соколов и Ван Будин. В последнюю минуту Будин остался в Москве. Я просил телеграмму у Блока Участвовать в вечере с нами И получил телеграмму ответную Еду. Устроители встретили нас на вокзале. И сразу же понял я – Вечер – дешевка. Перепугал стиль афиш. А уже расхватали билеты, Громодное помещение в оперном театре, В котором должны были мы выступать, Мне на шутку пугало. И кроме того, Я, бронхитом страдая, А хрип, Блок еще не приехал. Приехал в день вечера он, Чуть сконфуженный, Уверял – Киевляне да нас погонят с эстрады. Остановился со мной он В одном коридоре отеля. Раскладывался, Сняв пиджак, Он намылил лицо, Руки, шею И брызгался, Перетряхивая волосами. Ко мне повернул Добродушное намыленное лицо свое. Думаю, Кончится тем, Что погонят с эстрады. За чаем сказал, Я ведь ехал к тебе, Не на вечер. И вот наступил час позора. Карета за нами приехала с распорядителем. Блок, Все в карету, Стращал. Привезли, Протащили сквозь сдавку, Кулисом. Вот и фанфара, Оповещающая о начале. Я вышел на сцену И закарабкался на какой-то Высокий помост, На котором поставили кафедру. Оповестив о заданиях нас, Символистов, Вступление к вечеру, Был награжден Тремя нищенскими хлопками, Сконфуженно смолчими В точно вещающей нам тишине. Провалился. Блок с перетерянным видом Прочел незнакомку. И… Тоже молчание. Андрей Белый. Между двух революций. Заклятие огнем и мраком. За все, за все тебя благодарю я, За тайные мучения страстей, За горечь слез, Отраву поцелуя, За месть врагов И клевету друзей, За жар души, Растраченный в пустыне. Лермонт. О, весна! Без конца и без краю, Без конца и без краю мечта, Узнаю тебя жизнь, Принимаю И приветствую звоном счета. Принимаю тебя, неудача, И удача тебе мой привет, В заколдованной области плача, В тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, Утро в завесах тёмных окна, Чтоб мои воспалённые взоры Раздражала, пьянила весна. Принимаю пустынные веси И колодцы земных городов, Осветлённый простор под небеси И томление рабьих трудов. И встречаю тебя у порога С буйным ветром в змеиных кудрях, С неразгаданным именем Бога На холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей Никогда я не брошу счета, Никогда не откроешь ты плечи, Но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, Ненавидя, кляня и любя, За мученье, за гибель я знаю, Всё равно принимаю тебя. 24 октября 1907 Знакомство с непривычным, Неизведанным миром модернизма, С писателями, у которых нет орёла общественного, Когда большинство новых произведений Попросту недоступно и непонятно публике, Было, по мнению Александра Блока, Вредно и ничем не оправданно. К ячейкам общественной реакции Добавлялась публика, Которая, уходя с вечеров нового искусства, Так ничего и не поняла, В стиле модерн. А кто не уходил, Лишь усугублял воздействие Яда в косности и праздности, Какими и без вечеров Довольно было пропитано Общество мещан и интеллигенции. Никогда за всю историю страны Противопоставление читательских Масс и культурной элиты Не выражалось так открыто и многократно, Как в эти годы. В то же время искусство для избранных Пыталось шагнуть с эстрадных подмозг И иногда с больших сцен императорских театров Народ. И всё уж не моё, а наше, И с миром утвердилась связь. Именно модернисты пытались Раскинуть купол искусства Над бытом обыденной жизни, Пройти путём всея земли. Само понятие искусства Получало расширительное толкование. Подобно иерихонской трубе Искусство разрушало крепостные стены, Освобождало души, Откликаясь, преображало жизнь. Неизменно верный этому своему пониманию искусства Классик русского модерна объяснял, Только откликается и разрушает. Только звучит и стены падают. Почему? Если бы не было искусства, Не было бы и никакой причины для того, Чтобы жизнь изменялась. Ведь даже и тогда, Когда нам кажется, что жизнь изменяется По указаниям науки, На самом деле изменение продиктовано Тем творческим началом, Которое общее науки с искусством. Только наука, Только изучение того, что есть. Всякое научное изобретение и открытие Всегда от духовного произвола Никогда не необходимо. Если бы не было искусства, Жизнь повторяла бы из рода в род Раз навсегда установленные формы. Вечный муравейник. Приходит искусство, И из муравейника творит город. И когда приходит Пушкин, И откликается, И приветствует жизнь, Что делает он по существу? Кажется, Что он повторяет сказания древнего мифа. Но он творит новый. А новый миф не может не вытеснить старого. Поэт творит новые формы. И жизни не остается ничего иного, Как только покорно выливаться В эти поставленные перед нею Искусством формы. Если жизнь покоряется искусству, То смена одной формы быта на другую, Замена одного мифа другим, Переход от низших ступеней цивилизации К высшим совершается медленно, Почти неприметно, Безболезненно. Жизнь эволюционирует. Но это бывает не всегда. Фёдор Сологуб. Поэты, боятели жизни. Я неверную встретил у входа, Уронила платок и одна. Никого, только ночь и свобода, Только жутко стоит тишина. Говорил ей несвязные речи, Открывал ей все тайны с людьми, Никому не поведал о встрече, Чтоб она прошептала «Возьми». Но она, у скользающей птицы, Полетела в ненастье и мрак, Где взвелся огневой багреницей Засыпающий праздничный флаг. И у светлого дома, тревожно, Я остался вдвоём с темнотой. Невозможное было возможно, Но возможное было мечтой. 23 октября 1907. Статья «Вечера искусств» Вышла 27 октября 1908 года В центральном печатном органе Кадетской партии, газете «Речь». На днях, – извещал Александр Блок, – Один писатель, не моего поколения, Рассказывал мне о прежних литературных вечерах. Бывали они очень редко, И всегда отличались особой торжественностью. Нечего и говорить о том, Почему был прав Достоевский, Когда с эстрады жёг сердца людей Пророками Пушкина и Лермонтова. Это было торжество неслыханное. И разве можно было не запомнить Такого явления Достоевского народу На всю жизнь? Но почему потрясали сердца Майков со своей сухой и изящной декламацией, Полонский с торжественно протянутой И романтически дрожащей рукой В грязной белой перчатке, Плещеев в серебряных сединах, Зовущий вперёд без страха и сомнения? Да потому, – говорил мне писатель, – Что они как бы напоминали о чём-то, Будели какие-то уснувшие струны, Вызывали к жизни высокие благородные чувства, Разве есть теперь что-нибудь подобное? Разве может быть? К удивлению поэта запомнились народу И майков, и плещеев, и вечера новой поэзии. И не только как сон голубой Словесный кафешантан, Которому поэт предпочитал кафешантан С вином и закуской, Ведь у пошлой и примитивной жизни В кафе-барах и ресторанах Право тоже был свой таинственный смысл. Всё лучше, чем пошлость, Окопной войны. Пойми же, я спутал, Я спутал страницы и строки стихов, Плащом твои плечи окутал, Остался с тобою без слов. Пойми, в этом сумраке Магом стою над тобою и жду Под бьющимся праздничным флагом, На страже, под ветром, в бреду. И ветер поёт и пророчит Мне в будущем сон голубой, Он хочет смеяться, он хочет, Чтоб ты веселилась со мной. И розы, осенние розы, Мне снятся на каждом шагу Сквозь мглу и огни, и морозы На белом, на лёгком снегу. О будущем ветер не скажет, Не скажет осенний цветок, Что милая тихо развяжет Свой шёлковый чёрный платок, Что только звенящая снится И душу палящая тень, Что сердце – летящая птица, Что в сердце – щемящая лень. 21 октября 1907 Считая балаганщик, Всеволод Мейерхольд За один сезон в театре Комиссаржевской Выпустил 13 спектаклей. Но после нескольких провалов, Положив начало театру условности И допустив возможность Сценического воплощения символов, Вынужден был уйти. Основательница тоже была Разочарована своим театром И в девятом году Предалась новой идее Организации театральной школы. Нужны были деньги. Вера Фёдоровна отправилась На гастроли в самые дальние уголки Российской империи И 10-23 февраля 1910 года в Ташкенте Скончалась Атоск. К тому времени, по причине Неосторожно написанной статьи, Новейшие поэты без личных разрывов И без какого-либо уговора Опять игнорировали друг друга, Предпочитая прямому пути Окунь. Встретились раз мы На вечере памятниками с Ржевской. Чулков, Блок и я. Случай в Лекторской Свёл нас в минуту, Когда пустовала она, кроме нас никого. Мы приглупо шагали на супися. Блок и Чулков по взаимно перпендикулярным стенам. Я ж по диагонали. Блок, кажется, был в это время В разладе с Чулковым. Не только со мной. Я был в ссоре с обоими. Мы, не подавши друг другу рук, Мрачно шагали. Вот вышел Блок на эстраду. Чулков и я, вероятно, Из чувства корректности, Вышли за ним. И толпа придавила спиною К Чулкову меня. Эта стиснутость до ощущения тела Была столь глупа, Что я вдруг повернулся к Чулкову. Георгий Иванович, Не желаете ли со мной объясниться? Тот с вежливой твердостью. Я предпочел бы, Борис Николаевич, Не объясняться. Мы встретились лет через семь, С Блоком ранее. Все-таки двенадцатичасовой разговор Мой с поэтом, Через голову нас разделивший Трехлетки, считаю Окном в будущее отношений, Не обращенных ничем уже. Андрей Белый между двух революций. По улицам метель метёт, Свивается, шатается, Мне кто-то руку подаёт, И кто-то улыбается. Ведёт и вижу, Глубина гранитом тёмным сжатая, Течёт она, поёт она, Зовёт она проклятая. Я подхожу и отхожу, И замер в смутном трепете. Вот только перейду, Межу, и буду в струйном лепете. И шепчет он, не отогнать, И воля уничтожена. Пойми, уменьем умирать Душа облагорожена. Пойми, пойми, ты одинок, Как сладкий тайны холода. Взгляни, взгляни в холодный ток, Где всё навеки молодо. Бегу, пусти, проклятый, прочь, Не мучь ты, не испытывай. Уйду я в поле, в снег и в ночь, Забьюсь под куст ракитовый. Там воля всех больнее воль, Не преневолит вольного, И волей всех больнее боль Вернёт с пути окольного. 26 октября 1907. Каждые два-три дня Александр Блок пишет по стихотворению. Конечно, истоком их не могли быть Одни только семейные драмы До встречи с публикой на вечерах, Которые его более тяготили, Чем вдохновляли. Поэт окунался, если не в потоке машин, То в суету городов несомненно. Завсегдатая ресторана, Он и частый посетитель лунопарка С американскими горками, И зритель в цирке и кинематографе. По словам Марии Андреевны Бекетовой. Кинематограф он всегда любил, И ходил туда и один, И с любовью Дмитриевной, Которая увлекалась этой забавой Не меньше его. Но Александр Александрович Не любил нарядных кинематографов С роскошным помещением и чистой публикой. Он терпеть не мог всякие Паризианы и солей. По тем же причинам, По которым не любил Невского и Морской. Здесь держался по преимуществу Тот самый слой сытой буржуазии, Золотой молодежи, Богатеньких инженеров и аристократов, Который был ему до нельзя противен, И получил насмешливое прозвание Подонки общества. Александр Александрович любил забираться В какое-нибудь захолустье На Петербургской стороне Или на Английском проспекте Вблизи своей квартиры. Туда, где толпится разношерстная публика. Ненарядная, несытая и наивно впечатлительная. И сам отдавался впечатлению С каким-то особым детским любопытством и радостью. В театре миниатюр он полюбил, кажется, Еще больше кинематографов. Он особенно увлекался куплетистами. На Английском проспекте оказался театр миниатюр, Который ему особенно полюбился. Он находил какую-то особую прелесть И в убогости обстановке захолустных театриков, Не говоря уже об их публике. Мария Бекетова. Воспоминания об Александре Блоке. Гармоника, гармоника, Эй, пой, визжи и жги, Эй, желтенькие лютики, Весенние цветки, Там с посвистом да с присвистом Гуляют до зари, Кусточки тихим шелестом Кивают мне, смотри. Смотрю я, руки вскинула, В широкий пляс пошла, Цветами всех осыпала И в песни изошла. Неверная, лукавая, Коварная, пляши И будь навек отравою Растраченной души. С ума сойду, сойду с ума, Безумствуя люблю, Что вся ты ночи, вся ты тьма И вся ты вохмелю, Что душу отняла мою, Отравой извела, Что о тебе, тебе пою И песням нет. Числа. 9 ноября 1907. Юрий Михайлович Лотман приходит к выводу, что в стремлении отделить себя от интеллигентной публики Столыпинских лет, блок был слишком строг к литературным концертам, составлявшим интересную страницу в совсем еще не изученной истории поэтической аудитории в России. Эта история до сих пор не написана, и, насколько известно, еще ждет своего исследователя. Какими бы они ни были, поэтические вечера девятьсотых-десятых годов наложили свой отпечаток на историю русской поэзии. Их обстановка пробудила более глубокое понимание стихотворения. Ведь при устном общении поэта и его слушателей аудитория включалась в активное поэтическое сотворчество, напоминающее фольклорную ситуацию. Символистская поэтика, вводя энигматический текст, воскрешала отношения, загадывающие загадку, отгадывающие ее. Слушатель должен был напрягаться, стараясь проникнуть в тайный смысл вещаний. Как средневековый слушатель священного текста он втягивался в процесс толкования, поскольку он оказывался в полном соответствии мире. Он привыкал искать в поэтическом тексте значения во всем. Так вырабатывалось то повышенное внимание ко всем элементам поэтического слова, та культура максимальной насыщенности значениями, которая легла в основу поэтики двадцатого века. Она перекликалась с широким кругом предшествующих явлений в культуре прошлого. Также строилось отношение к тексту о изощренной аудитории эпохи барокко, в эзотерических сектах, в магической фольклорной поэзии. Юрий Лотман «Блок и народная культура города». 4 июня 1930 года Иван Алексеевич Бунин читает дневник Блока, как обычно внимательно, с карандашом. Говорит, что мнение его о Блоке Человеке сильно повысилось. Для примера читает выдержки, большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. Нет, он был не чета другим. Он многое понимал. И начало в нём было здоровое. Галина Кузнецова, Грасский дневник Работай, 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 Ты будешь с уродским горбом, За долгой и честной работой, За долгим и честным трудом. Под праздник другим будет сладко, Другой твои песни споёт, С другими лихая солдатка Пойдёт подбочась в хоровод. Ты знай про себя, что не хуже, Другого плясал бы, вон как, Что мог бы стянуть и потуже Свой золотом сшитый кушак, Что ростом и станом ты вышел Статнее и краше других, Что та молодица повыше Других молодиц удалых. В ней сила играющей крови, Хоть смуглые щёки бледны, Тонки её чёрные брови И строгие речи хмельны. Ах, сладко! Как сладко! Так сладко! Работать, пока расцветёт! И знать, что лихая солдатка Ушла за село в хоровод. 26 октября 1907 Тень Люциферова крыла Третьего июля 1911 года Поэт помечает в записных книжках Вчера в сумерках ночи Под дождём На Приморском вокзале Цыганка дала мне поцеловать Свои длинные пальцы, Покрытые кольцами. Страшный мир, Но быть с тобой странно и сладко. Странно и сладко быть с миром, Переполняющим предчувствием революции. В 1903, потом снова в 1910, 11, Пророчество о гибели и войне, Запах гари, железа и крови Хватит уже! Всегда об одном, кричит ему обыватель, И бежит от редкой возможности Знать, думать, жить дыханием свободы, И, кто знает, может статься, Что преодолеть неизбежное. Всё ли спокойно в народе? Нет, император убит, Кто-то о новой свободе На площадях говорит. Все ли готовы подняться? Нет, каменеют и ждут, Кто-то велел дожидаться, Бродят и песни поют. Кто же поставлен у власти? Власти не хочет народ, Дремлют гражданские страсти, Слышно, что кто-то идёт. Кто ж он, народный смиритель? Тёмен и зол и свиреп, Инок у входа в обитель Видел его и ослеп. Он к неизведанным бездам Гонит людей, как стада, Посохом гонит железным. Боже, бежим отсюда! Дыхание свободы в стихах Александра Блока Возникает в пограничных ситуациях выбора между жизнью и смертью. Юрий Лотман слышит очевидную переключку стихотворения Блока «Митинг» с текстом, индуцировавшим этот образ в его сознание. Это мемуарный отрывок Бестужева 14 декабря 1825 года. «Сабля моя давно была вложена, И я стоял в интервале между Московским каре и колонной Гвардейского экипажа, Нахлобуча шляпу и поджав руки, Повторяя слова Рылеева, Что мы дышим свободою. Я с горестью видел, Что это дыхание стеснялось». Установление источника реминесценции позволяет Лотману раскрыть полемический смысл антитезы митинга. «Цепями горестной свободы Уверенно гремел. Против. Ночным дыханием свободы Уверенно вздохнул». Исследователь полагает, «Исключительно важное для Блока Понятие абсолютной свободы Связывается не с моментом, Когда человек отважился на выступление Против господствующего зла Так понимали дыхание свободы Кондратий Рылеев и оратор Из Блоковского стихотворения. А со смертью». Юрий Лотман об одной цитате у Блока. Митинг «Он говорил умно и резко, И тусклые зрачки Метали прямо и без блеска Слепые огоньки. А снизу устремлялись взоры От многих тысяч глаз, И он не чувствовал, что скоро Пробьет последний час. Его движения были верны, И голос был суров, И борода качалась мерно В такт запыленных слов. И серый, как ночные своды, Он знал всему предел. Цепями тягостной свободы Уверенно гремел. Но те внизу не понимали Ни чисел, ни имён, И знаком долга и печали Никто не заклейнён. И тихий ропот поднял руку И дрогнули огни, Пронёсся шум, подобный звуку Упавшей головни, Как будто свет из мрака брызнул, Как будто был намёк. Толпа проснулась, Дико взвизгнул Транзительный свисток, И в звоны стёкол перебитых Ворвался стон глухой, И человек упал на плиты С разбитой головой. Не знаю, кто ударом камня Убил его в толпе, И струйка крови помню ясно Осталась на столбе. Ещё свистки ломали воздух, И крик ещё стоял, А он ушлёк на вечный отдых У входа в шумный зал. Но огонёк блеснул у входа, Другие огоньки И звонко брякнули у свода Взведённые курки, И промелькнуло в беглом свете, Как человек лежал, И как солдат ружьё над мёртвым Наперевес держал. Черты лица бледней казались От чёрной бороды, Солдаты молча собирались И строились в ряды, И в тишине, внезапно вставший, Был светел круг лица, Был тихий ангел пролетавший И радость без конца. И были строги и спокойны Открытые зрачки, Над ними вытянулись стройно Блестящие штыки, Как будто спрятанный у входа За чёрной пастью дул Ночным дыханием свободы, Уверенно вздохнул. 10 октября 1905 Все люди, живущие в России, Ведут её и себя к погибели. Суждение совершенно не очевидное Для 1909 года. Отчего же к погибели? Что это за всеобщий ужас, Который господствует везде, куда они взглянются? Вероятно, выдумка – полоса мрачности в настроении. Вскоре убедились, что нет. Тогда откуда пришло это предощущение Крушения государственности, Церковности и казны? Без всякой мистики Из самого состояния Этой государственности, церковности и казны? Поэт лишь констатирует Несчастны мы все, Что наша родная земля Приготовила нам такую почву Для злобы и ссоры друг с другом. С осени 1907 по осень 1911 Мать Александра Блока, Русская переводчица Александра Андреевна Кублицкая-Пиотух, Жила в Ревеле. Несколько раз в год навещал её сын. В разлуке присылал стихи, письма. Я уже третью неделю сижу безвыходно дома. И часто это страшно угнетает меня. Единственное утешение – всеобщий ужас, Который господствует везде, куда не взглянешь. Все люди, живущие в России, Ведут её и себя к погибели. Теперь окончательно и несомненно В России водворился прочный порядок, Заключающийся в том, Что руки и ноги жителей России Связаны крепко, У каждого в отдельности и у всех вместе. Каждое активное движение В сфере какой бы то ни было Ведёт лишь к тому, чтобы причинить боль соседу, Связанному точно так же, как я. Таковы условия общественной, Государственной и личной жизни. Советую тебе, не забывая о своей болезни, Всегда, однако, принимать во внимание, Что ты находишься в положении Не лучшем и не худшем, Чем все остальные сознательные люди, Живущие в России. Потому чувствовать себя сносно Можно только в периоды забвения Об окружающих. На Ревель особенно жаловаться нечего, Это яма, непогание других. Всё одинаково смрадно, Грязно и душно, Как всегда было в России. Истории, искусства, событий и прочего, Что и создаёт единственный фундамент Для всякой жизни, Здесь почти не было. Неудивительно, что и жизни нет. Александр Блок с письма матери 10 ноября 1909 года На железной дороге Марии Павловне Ивановой Под насыпью во рву Никушина Лежит и смотрит, как живая В цветном платке на косы брошенном Красивая и молодая. Бывало, шла походкой чинною, На шум и свист за ближним лесом, Всю, обойдя платформу длинную, Ждала, волнуясь, под навесом. Три ярких глаза набегающих, Нежней румянец, круче локон, Быть может, кто из проезжающих Посмотрит пристальней из окон. Вагоны шли привычной линией, Подрагивали и скрипели, Молчали жёлтые и синие, В зелёных плакали и пели, Вставали сонные за стёклами И обводили ровным взглядом Платформу, сад с кустами блёклыми, Её, жандарма с нею рядом. Лишь раз гусар, рукой небрежною, Облокотясь на бархат алый, Скользнул по ней улыбкой нежной. Скользнул, и поезд вдаль мчала. Так мчалась юность бесполезная, В пустых мечтах изнемогая, Тоска дорожная, железная, Свистела, сердце разрывая. Да что, давно уж сердце вынуто, Так много отдано поклонов, Так много жадных взоров кинута В пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами. Вам всё равно, а ей довольна, Любовью, грязью или колёсами Она раздавлена. Всё больно. 14 июня 1910 В 1910 году, спустя некоторое время После похорон умершего в Варшаве отца, У Александра Блока возникает замысел поэмы, В которой широкое повествование О судьбе его рода И событиях европейской истории С 1870-х до 1910-х годов Перемежалось бы портретами действующих лиц Лирическими и философскими отступлениями. В главных чертах поэма, Была названная первоначально 1 декабря 1909 года, А затем «Отец» И окончательно «Возмездие» С подзаголовком «Варшавская поэма» Была набросана в 1911 году. Что это были за годы? 1910 год – это смерть Комиссаржевской, Смерть Врубеля и смерть Толстого. С Комиссаржевской умерла лирическая нота на сцене. С Врубелем громадный личный мир художника, Безумное упорство, Ненасытность исканий, Вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность, Мудрая человечность. Далее, 1910 год – это кризис символизма, О котором тогда очень много писали И говорили как в лагере символистов, Так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, Которые встали во враждебную позицию И к символизму, и друг к другу. Акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек, Но какой-то уже другой человек, Вовсе без человечности, Какой-то первозданный адам. Зима 1911 года была исполнена Глубокого внутреннего мужественного напряжения И трепета. Я помню ночные разговоры, Из которых впервые вырастало сознание Нераздельности и неслиянности искусства, Жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, Будили сильные толчки извне, Одновременно стучалась во все эти двери, Не удовлетворяясь более слиянием всего воедино. Что было легко и возможно В истинном мистическом сумраке годов, Предшествовавших первой революции, А также в неистинном мистическом похмелье, Которое наступило вслед за ней. Именно мужественное веяние преобладало Трагическое сознание неслиянности И нераздельности всего, Противоречий непримиримых И требовавших примирения. Ясно стал слышен северный Жёсткий голос Стринберга, Которому остался всего год жизни. Уже был ощутим запах гари, Железа и крови. Весной 1911 года Милюков Прочёл интереснейшую лекцию под заглавием «Вооружённый мир и сокращение вооружений». В одной из московских газет Появилась пророческая статья «Близость большой войны». В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского И возник вопрос об употреблении Евреями христианской крови. Летом этого года, Исключительно жарким, Так что трава горела на корню, В Лондоне происходили грандиозные Забастовки железнодорожных рабочих. В Средиземном море разыгрался Знаменательный эпизод «Пантера Агадир». Неразрывно со всем этим связан для меня Расцвет французской борьбы В петербургских цирках. Тысячная толпа проявляла Исключительный интерес к ним. Среди борцов были истинные художники. Я никогда не забуду борьбу Безобразного русского тяжеловеса с голландцем, Мускульная система которого Представляла из себя совершеннейший Музыкальный инструмент редкой красоты. В этом именно году, наконец, Была в особенной моде у нас авиация. Все мы помним ряд красивых Воздушных петель, Полетов вниз головой, Падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов. Наконец, Осенью в Киеве был убит Столыпин, Что знаменовало окончательный Переход управления страной Из рук полудворянских, Получиновничьих, В руки Департамента полиции. Все эти факты, казалось бы, столь различные, Для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты Из всех областей жизни, Доступных моему зрению, В данное время, И уверен, что все они вместе Всегда создают единый Музыкальный напор. Александр Блок Из предисловия к поэме «Возмездие» 12 июля 1919 г. Пролог Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегается лучей, Над нами сумрак неминучий Или ясность Божьего лица. Но ты, художник, твёрдо веруй В начало и концы ты знай, Где стерегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной мерой Измерить всё, что видишь ты. Твой взгляд, да будет твёрд и ясен. Сотри случайные черты, И ты увидишь мир прекрасен. Познай, где свет, поймёшь, где тьма. Пускай же всё пройдёт неспешно, Что в мире свято, что в нём грешно, Сквозь жар души, сквозь схват ума. Так Зигфрид правит меч над горном, То в красный уголь обратит, То быстро в воду погрузит, И зашипит и станет чёрным Любимцу веренный клинок. Удар он блещет, но тонкверный, И мими карлик лицемерный С метенью падает о ног. Друзья-символисты, которым поэт прочёл Пролог и первую главу, Увидели в поэме «Богоотступничество». Вячеслав Иванов глядел грозой. Прежде, когда умный раб различал Песень соловья в его глуши, Он намеревался было издавать с Блоком и Белым Не вник трёх поэтов, Но теперь атмосфера Вячеслава Иванова Стала для Блока немыслима И миновалась в юге. 5 июня 1911 года на башне Вячеслава Иванова в атмосфере Уютного гробокопательства И дарований половинных, После доклада поэта Юрия Верховского О Дельвиге Александр Блок сказал «Когда-то и наше время Будут изучать по нашим стихам. Потомки удивятся. На пороге страшных событий Мы писали так, что это не делало Нас ни сильными, ни зоркими. Непитательна наша поэзия. Не будем тратить силы на спор. Мы со спорами уже опоздали. Зреют новые дни, страшные и спасительные. Нам же дано ждать и готовиться к ним». Цитируется по книге Орлов Гамаюн. Кто меч скует, не знавший страха, А я беспомощен и слаб, Как все, как вы, лишь умный раб Из глины создан и праха, И мир, он страшен для меня, Герой уж не разит свободно, Его рука в руке народной Стоит над миром столб огня, И в каждом сердце в мысли Каждый свой произвол и свой закон. Над всей Европой у дракон, Празинув пасть, томится жаждой. Кто нанесет ему удар? Неведаем, над нашим станом, Как старь повита даль туманом, И пахнет гарью, там пожар. В феврале 1912 года в Санкт-Петербург Приехал Андрей Белый. Он остановился на башне и попытался Пригласить туда Александра Блока, Который в полосе мрачности Никого не принимал и Вячеслава Иванова, Конечно же, не посещал. В конце концов, они назначили свидание В маленьком, невзрачном, Всегда пустующем ресторане На одной из удаленных от центра улиц. То сбиваясь на крик, то почти шепотом Андрей Белый поведал другу О своих теософских и оккультных скитаниях. Он слишком много потерял, Идя путями оккультизма без руководителя И уже не хотел быть главой, Ведущим, первооткрывателем. Ныне он сам ведом ученым, Эзотериком и антропософом Из Австрии, которые открыли ему глаза. Художника окружают люциферические духи. Именно они инспирируют творчество. Булок слушал рассеянно, Медленно стряхивал пепел с папиросы, Отвечал со вздохом. Да вот, странники мы. Как бы ни были мы различные, Одно нас всех связывает. Мы странники. Я вот застранствовал по кабакам, По цыганским концертам. Ты странствовал в Африке, Эли странствует по мирам иным. Да-да, странники, такова уж судьба. И еще усмехнулся. И мы замолчали. Тут грянула в совершенно пустом ресторане Ими, кстати, машины. Какой-то отчаянный марш И лакей косоплечий Одно плечо свисло, Другое привздернулось, Подошел и осведомился, Не нужно ли нам чего. Кто-то там в уголке жевал мясо. Газ тусклый мертвенно освещал Бледно-желтые плиты пола И серо-коричневое одеяние стен. Там за стойкой сидел беспредметный толстяк. Надувал свои щеки. И вдруг выпускал струю воздуха Из толстых коричневых губ. Делать нечего было ему. Он скучал. Слушал марш. И мы слушали тоже. Молчали. Молчание это в паршивеньком, Уединеннейшем ресторанчике Мне казалось значительным. Чувствовал. Петербурга и нет. Нет проспектов. Нет тел. Нет и душ. Мировое пустое космическое пространство С иллюзией ресторанчика. И в нём два сознания, Духовно перённых друг в друга. От я к самосознающему я. Вместе вышли на улицу мы. Была слякоть. Среди грязи и струек, Пятен фонарных и пробегающих пешеходов, С приподнятыми воротниками шла изморозь, Распрощались сердечными. В рукопожатии его твёрдым почувствовал я, Что сиденье в сереньком ресторанчике По-особенному нас сплотило. Я думал, когда теперь встретимся, Знал я, что мы с Асию Вырымся из России надолго. Запомнился перекрёсток, Где мы распрощались. Запомнилась чёрная широкополая шляпа Александра Александровича. Он ей мне помахал, Отойдя в мглу тумана и вдруг повернувшись. Запомнилась почему-то рука, Облечённая в коричневую лайковую перчатку, И добрая эта улыбка в недобром Февральском тумане. Смотрел ему вслед. Удалялась прямая спина его. Вот нырнул под приподнятый зонтик прохожего И вместо блоков. Из мглы сырой ночи бежал на меня проходимец, С вороткою, в картузе, В глянцевых калошах. Бежали прохожие и проститутки стояли. Я думал, быть может, Вот это вот подойдёт к нему. Андрей Белый Воспоминания об Александре Блоке Первая глава Век девятнадцатый Железный. Воистину жестокий век, Тобою в мрак ночной, безвездный, Беспечный брошен человек. В ночь умозрительных понятий, Материалистских малых дел, Бессильных жалоб и проклятий, Бескровных душ и слабых тел, С тобой пришли, чумея, на смену Нейростения, скука, сплин, Век расшибания лбов о стену Экономических доктрин, Конгрессов, банков, федераций, Застольных спичей, красных слов, Век акций, ренты, облигаций И малодейственных умов, И дарований половинных Так справедливей пополам, Век не салонов, а гостинных, Не ракомье, а просто дан. Век буржуазного богатства, Растущего незримо зла, Под знаком равенства и братства Здесь зрели темные дела. А человек? Он жил безвольно. Не он, машины, города, Жизнь так бескровно и безбольно Пытала дух, как никогда. Но тот, кто двигал, управляя, Марионетками всех стран, Туман тот знал, что делал, Насылая гуманистический туман. Там, в сером и гнилом тумане, У вялоплоти дух погас, И ангел сам священной брани, Казалось, отлетел от нас. Там расприкровные решают Дипломатическим умом, Там пушки новые мешают Сойти с лицом к лицу с врагом, Там вместо храбрости Нахальства, а вместо подвигов Психоз, и вечно ссорится Начальство, и длинный громоздкой Обоз волочит за собой Команда, штаб, Интенданта, грязь кляня, Рожком гарниста, Рок Роланда, и шлем фуражкой За меня. Тот век немало проклинали, И не устанут проклинать, И, как избыть его печали, Он мягко стлал, Да жёстко спать. В тот же день Белый писал Блоку 24 февраля 1912, Петербург. Милый, до какой степени Я счастлив, что видел тебя, До какой степени я счастлив, Что ты был со мной так просто прям. Знаешь ли, что ты для меня? Если ты погибнешь, я отказываюсь От спасения. Ты – богоданный нам, Вещи поэт всей России, Первый среди поэтов. Только тебе Я могу сказать то, что сказал. И ты сохранишь слова мои втайне, Даже от ближних твоих. Милый, спасибо за всё. Милый, глубокое удовлетворение для меня От нашей встречи. Знаешь, что наш журнал Хотел бы ждать от тебя директив. Но если ты – первый поэт земли русской, Не хочешь быть фактическим редактором, Мы приемлем тебя отрешённым. Ибо я, Метнер Петровский Киселёв, Считаем тебя первым поэтом земли русской. Милый, знай, что тебя у нас реально любят. Милый, спасибо. Христос с тобой. Пиши нам, если пишется. Привет, дружеские любови Дмитриевны. Моя жена её любит. Боря. Андрей Белый. Блог. Переписка. Двадцатый век. Ещё бездомный, Ещё страшнее жизни мгла, Ещё чернее и огромней Тень люциферова крыла. Пожары, дымные заката, Пророчества о нашем дне, Кометы грозной и хвостатой, Ужасный призрак в вышине, Безжалостный конец Мессины, Стихийных сил не превозмочь И неустанный рёв машины, Кующий гибель день и ночь, Сознание страшное обмана Всех прежних малых дум и вер И первый взлёт аэроплана В пустыне неизвестных сфер, И отвращенье от жизни, И к ней безумная любовь, И страсть ненависть к отчизне, И чёрная земная кровь сулит нам, Раздувая вены, Все разрушая рубежи, Неслыханные переменные, Невиданные мятежи. Что ж, человек, Зарёвом стали в огне В пороховом дыму, Какие огненные дали Открыли взору твоему? О чём машин немолочный скрежет? Зачем пропеллер воя режет? Туман холодный И пустой. 15 июля 1914 года поэт замечает Пахнет войной. Австрия, Сербия, Россия. Александр Блок. Записные книжки. С началом войны он участвует В работе комитета помощи Семьям запасных. Производит по два, три, десять Обследований семей в день. Собирает пожертвования. 7 июля 1916 года. Его зачисляют в табельщике 13-й инженерно-строительной дружины. Дружина устраивает укрепления вдоль линии фронта. Обязанности табельщика Включают учёт работ чернорабочих. Форма почти офицерская. Скортиком. Из письма матери 2 августа 1916 года. Мама. Я, вероятно, но буду писать Особенно часто и буду писать понемногу. По крайней мере, так мне кажется сейчас. Почвы под ногами нет никакой, Большей частью очень скучно. Почти ничего ещё не делаю. Жить со всеми и так далее я уже привык, Так что страдаю пока только от блох и скуки. Два дня я жил в деревне, не той. Теперь мы живём в большом именье И некоторые, я в том числе, в княжеском доме. Блох, кажется, изведём. Дела у меня будут со временем другие. И в другом месте. Было и жарко, но большей частью серо. К массе новых впечатлений и людей Я привык два дня так, Как будто живу здесь месяц. Вообще я более чем когда-нибудь вижу, Что нового в человеческих отношениях И прочем никогда не бывает. Ем очень много. Начинаю отсыпаться. Все находят меня моложавом. Я очень соскучился о тебе. Люби, шахматам, квартире и так далее. Лунные ночи, алиографические. Люди есть интересные. Няжеская такса Фока И полицейская собака Фрина Гуляют вместе. Господь с тобой. Саша. Александр Блок. Письма. Я сегодня не помню, что было вчера. По утрам забываю свои вечера, В белый день забываю огни, По ночам забываю дни. Но все ночи и дни наплывают на нас Перед смертью в торжественный час, И тогда в духоте, в тесноте Слишком больно мечтать О былой красоте. И не мочь. Хочешь встать и ночь. 3 февраля 1909 Из письма матери 21-28 августа 1916 года Пол деревни заселено нашими тремястами рабочими. Туркестанцы, уфимцы, рязанцы, сахалинцы, скаторги, Москвичи и всех хуже и всех нахальнее, Петербургские, Русины. С утра выясняется, сколько куда пошло, Кто просится к доктору, Кому что выдать из кладовой, Кто в бегах. Утром выезжаешь вёрст за пять, По дороге происходит кавалерийское учение, Два эскадрона рубят кусты, Скачут через препятствия и прочее. Раз прошла артиллерия, Аэроплан кружится иногда над полем, Желтеет вокруг него шрапнельные дымки. Очень красиво. За лесом пулеметы щёлкают, По всем дорогам ездят дозоры, Листовые, патрули, Во всех деревнях и фольворках Стоят войска. С поля виднеется Пинцк, Вроде Града Китежа, Приподнятый над туманом белый собор, Красный костёл, А посередине поменьше семинария. Один день жара, Так что не просыхаешь ни на минуту, Особенно верхом. Другой день сильная гроза, Потом холодно, потом мороси. Очень крупные звёзды, Большая медведица довольно низко Над горизонтом, Направо Юпитер. А писать всё это Выходит похоже На любую газетную корреспонденцию. Так что в сущности Нельзя описать в чём дело. На реке рядом Работает землечерпалка. Наш штаб хочет Заводить катер Для доставки нам Припасов в Распутицу. Телефон обыкновенно испорчен. Вероятно, Мальчишки на нём качаются. Начальник страшно ругается И очень много говорит о коменданте, Расстрелах, Повешении, Каторге, Порке и прочем. К счастью, А иногда, может быть, И напрасно не исполняет. К вечеру, Когда начинается разговор о том, Сколько Кто Выбросил кубов, Сколько Вырыто ячеек и траверсов, Отчего сапёры замедляют С трассировкой и прочее, Все уже очень хотят спать. Даже и начальник иногда. Вообще же он может в любую минуту Ночи писать пропуск Или ругать дачников. Комитеты, Поставляющие нам рабочих, Насылают сифилитиков, Безруких, Больных, Так что иногда приходится Немедленно отсылать их обратно. Александр Блок. Письма. Россия. Опять как в годы золотые, Тристёртых треплются шлеи, И вязнут спицы расписные В расхлябанные калии. Россия. Нищая Россия. Вне избы серые твои, Твои мне песни литровые, Как слёзы первые любви. Тебя жалеть я не умею, И крест твой бережно несу, Какому хочешь чародею, Отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, Не пропадёшь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои прекрасные черты. Ну, что ж, одной заботой боли, Одной слезой река полни, А ты всё та же, Лез до поля, До плат узорный, до бровей. И невозможная, возможно, Дорога долгая, легка, Когда блеснёт вдали дорожной Мгновенный взор из-под полотка, Когда звенит тоской острожной Глухая песня им щека. 18 октября 1908. Вы любите возмездие? Поинтересовалась у Анны Ахматовой Лидия Чуковская в ноябре 1940 года. Терпеть не могу первую главу, Отвечала та. Вообще всё не люблю, Кроме вступления и Варшавы. Великолепная Варшава. Пан Мороз. Вот у кого были отчётливые периоды. Этого блока нечаянная радость И снежная маска. Это ведь было совсем новое. В шестнадцатом году он перестал писать. Потом «Двенадцать», «Скифы» и «Конец». То, что он писал для всемирной литературы И большого драматического, Это уже не блоковские вещи. Лидия Корнеевна Чуковская Записки об Анне Ахматовой 13 ноября 1940 года «В России один настоящий поэт – это Блок», – утверждал старик-старовер на заре века. Тонкие критики и специалисты не вняли в те годы поэзии Блока, как некогда Тютчеву и Боротынскому, тоже весьма непонятным когда-то, теперь это даже не верится. Люди, простые с душой, без всякого опыта критики, Не понимали, что тут непонятно, Коль строчка берется душой. Так твердили всегда три сестры, Три поповны села Надовражино. Так утверждала Владимирова Евдокия Ивановна. Русская, умная, очень простая душа, Без затей, под кавыком. Так полагала и мама, Но не имевшая ни опыта критики, Скорей, опыт балов. И так мыслил один старовер, Собиратель икон, крупный деятель толка. В России один настоящий поэт – это Блок. Стало быть мимо критики истолковательства, И поднесения читательским массам Искусственного препаратика, Есть ведь такой поэтин, Изготовленный толстым журналом. Такими была хватка. Души, непосредственно знающие, Что хорошо и что плохо. И видели – Блок – хорошо. И не только поэзия Блока, Сам Блок волновала волной Золотого какого-то воздуха строчка, Но и волновала волна Точно розового золотого загара, Играющая на его молодом твердом Крепко обветренном профиле, В солнце бросающем розово-рыжие Отцветы пепельных мягких полос. Его мощная твердая грудь, Продохнувшая жар летних зорь, Ставшей пульсом кипения крови, Выдыхала теперь в перекуренных комнатах В модных гостинах, Где он как светился, И слышалось. Блок – он какой-то такой, Не как все. Андрей Белый. Начало века Новая Америка Праздник радостный, Праздник великий, Да звезда из-за туч не видна, Ты стоишь под метелицей дикой, Роковая родная страна. За снегами, лесами, степями Твоего мне не видно лица, Только ль страшный простор пред очами, Непонятная ширь без конца. Утопая в глубоком сугробе, Я на утлые санки сажусь, Не в богатом покоишься гробе Ты, убогая финская Русь. Там прикинешься ты богомольный, Там старушкой прикинешься ты, Глаз молитвенный, звон колокольный, За крестами кресты да кресты. Только ладан твой синий и росный Просквозит мне порою иным, Нет, не старческий лик и не постный Под московским платочком цветным. Сквозь земные поклоны до свечи Ектини, 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 Шепотливые, тихие речи, Запылавшие щёки твои. Дальше, дальше, и ветер рванулся, Чернозёмным летя пустырём, Куздорожный по ветру метнулся, Словно дьякон взмахнул орарём. А уж там, за рекой полноводной, Где пригнулись к земле ковыли, Тянет гарью горючей, свободной, Слышны гуды в далёкой доли. Или опять это стан половецкий И татарская буйная крепь? Не пожаром ли фески турецкой Забуянила дикая степь? Нет, не видно там княжьего стяга, Не шеломами черпают дон, И прекрасная внучка варяга Не клянёт в половецкий полон. Нет, не вьются там по ветру чубы, Не пестреют в степях бунчуки, Там чернеют фабричные трубы, Там заводские стонут гудки, Путь степной без конца, без исхода, Степь да ветер, и вдруг Найкоярусный корпус завода, Города из рабочих лачук. На пустынном просторе, на диком Ты всё та, что была, и не та, Новым ты обернулась мне ликом, И другая волнует мечта. Чёрный уголь, подземный мессия, Чёрный уголь здесь царь и жених, Но не страшен невеста Россия Голос каменных песен твоих. Уголь стонет, и соль забелелась, И железная воет руда, То над степью пустой загорелась Не Америки новой звезда. 12 декабря 1913-го И вечный бой После февральской революции 1917-го года В политическом режиме имперского общества Настала короткая передышка. Власть перешла к либералу, Сползучи неопределённым мировоззрением, Подданным в лозунгах обидной ясности. Андрей Белый называл его Передовым дегенератом своего времени. И в свете этой ясности Операционными ножами, то есть и Шопенгауэром, И Ницше, и Марксом, и Соловьёвым Отсекал себя от себя самого. Это был его способ спасения от мещанства. 19 марта 1917-го Александр Блок вернулся Из инженерно-строительной дружины В Петроград. Типучая общественная жизнь поэта Мало чем отличалась от призыва на фронт. Его уже заочно избрали В Президиум временного комитета «Деятели искусств», А 25 апреля В литературную комиссию При Александринском театре. Художественный театр в Москве взялся За постановку драмы «Роза и крест», Написанной им ещё в январе 1913 года. 8 мая Александра Блока назначили Редактором стенографического отчёта Чрезвычайной следственной комиссии, Учреждённой Временным правительством Для расследования противозаконной Деятельности царских министров, Главноуправляющих и прочих Высших должностных лиц, Как гражданских, так и военных И морских ведомств. Глава правительства Александр Фёдорович Керенский Видимо полагал вынесение приговора Основным особам более настоятельным, Чем созыв учредительного собрания Или решение вопроса войны и мира. Александр Блок трудится над рукописью Последних дней императорской власти, Которую считает частью отчёта Следственной комиссии. Среди гостей ходил я в чёрном фраке, Я руки жал, я, улыбаясь, знал, Провьют часы, мне будут делать знаки, Поймут, что я кого-то увидал. Ты подойдёшь, сожмёшь мне больно руку, Ты скажешь, брось, ты возбуждаешь смех, Но я пойму по голосу, по звуку, Что ты меня боишься больше всех. Я закричу, беспомощный и бледный, Вокруг себя бесцельно оглянусь, Потом очнусь у двери с ручкой медной, Увижу всех и слабо улыбнусь. 18 декабря 1903 Юрий Михайлович Лотман не без иронии замечает, Как Блок осваивал демократический образ жизни. Впервые слез с извозчика, вошёл в трамваи, Был поражён. Это был другой мир. Как только войду в трамвай, да надену кепку, Так хочется потолкаться. Лиха беда начала. Пляски смерти, которыми бредили символисты До военной поры, уже плясали На западных рубежах огромной страны. Не было на Невском проспекте людей, Но ползучая, голосящая многоножка была там, В одно сырое пространство сыпало многоразличие голосов, Многоразличие слов. Членораздельные фразы разбивались там друг о друга. И бессмысленно, и ужасно там разлетались слова, Как осколки пустых и в одном месте разбитых бутылок. Все они, перепутавшись, вновь сплетались в бесконечно Слетящую фразу без конца и начала. Эта фраза казалась бессмысленно исплетённой из неба лиц. Непрерывность бессмыслия составляемой фразы Чёрной копотью повисала над Невским. Над пространством стоял чёрный дым небы лиц. И от тех небы лиц, порой надуваясь, Нева и ревела, и билась в массивных гранитах. Андрей Белый. Петербург. Пляски смерти. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века, Всё будет так, исхода нет. Умрёшь, начнёшь опять сначала, И повторится всё, как встарь. Ночь. Ледяная рябь канала. Аптека. Улица. Фонарь. 10 октября 1912. По осени Александр Блок работает в литературно-театральной комиссии при государственных театрах и комиссии по их реорганизации. Он не желает иметь каких-либо отдел с антибольшевистской газетой «Час», организованной Савенковым и Гиппиус. После Октябрьского переворота поэт участвует в совещании представителей литературно-художественной интеллигенции, созванном в Смольном по инициативе в ЦИК РСДРПБ, и вместе с другими участниками заявляет о своей готовности сотрудничать с большевиками. Пустая улица. Один огонь в окне. Еврей-аптекарь охает во сне. А перед шкафом с надписью «ВННа», хозяйственно согнув скрипучие колена, скелет, да глаз закутанный плащом, чего-то ищет, скалясь чёрным ртом. Нашёл, но ненароком чем-то звякнул, и череп повернул. Аптекарь крякнул, привстал, и на другой сжалился бок. А гость меж тем заветный пузырёк сует из-под площадвым женщинам без носом, на улице под фонарём белёсым. Октябрь 1912. Большевистская власть использует поэта в своих целях нещадным образом, доводя до отчаяния бессмысленностью заседаний. Постоянные выступления в коллегиях, на годовщинах, совещаниях, назначения на должности в организации, комитеты, комиссии. В 1918-20-х годах Александр Блок числится в Государственной комиссии по изданию классиков русской литературы, в репертуарной секции Петроградского театрального отдела Наркомпроса, в редакции журнала «Репертуар», является лектором школы журнализма, заведующим отделом немецкой литературы и издательства «Всемирная литература», членом-учредителем Вольной философской ассоциации, председателем режиссёрского управления Большого драматического театра, членом союза деятелей художественной литературы, членом редколлегии исторических картин при Петроградском отделе театра «Срелищ», заместителем председателя литературного отдела Наркомпроса в Москве, членом совета Дома искусств, председателем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов. Старый, старый сон. Из мрака фонари бегут. Куда? Там лишь чёрная вода, Там забвенье навсегда. Тень скользит из-за угла, Ни другая подползла, Плащ распахнут, Грудь бела, Алый цвет в петлице фрака. Тень вторая, Стройный латник Или невеста от венца, Шлем и перья Нет лица, Неподвижность мертвеца. В воротах гремит звонок, Глухо щёлкает замок, Переходят за порог Проститутка и развратник. Воет ветер, Леденящий, Пусто, тихо и темно, Наверху горит окно. Всё равно. Как свинец черна вода, В ней забвенье навсегда. Третий призрак, Ты куда? Ты из тени в тень скользящий. Февраль 1914. Меня выпили, Говорит Александр Блок, О своём состоянии В послереволюционные годы. В январе 19-го в письме О невключённом Восьмитомное собрание Сочинений 1960-1963 года Он признаёт, Почти год, Как я не принадлежу себе. Я разучился писать стихи И думать о стихах. Цитируется по Шепелеву, Он будет писать стихи Против нас. Глава наркомпроса Луначарский признавал, Мы в буквальном смысле слова Не отпуская поэта И не давая ему Вместе с тем Необходимых Удовлетворительных условий Замучили его Власть и художественная Интеллигенция. Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю, О всех кораблях, ушедших в море, О всех забывших радость свою. Так пел её голос, летящий в купол, И луч сиял на белом плече, И каждый из мрака смотрел и слушал, Как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, Что в тихой заводе все корабли, Что на чужбине усталые люди Светлюю жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, И только высоко у царских врат, Причастный тайно, плакал ребёнок О том, что никто не придёт назад. Август 1905 Пример хождения Александра Блока в народ Был приведён Юрием Михайловичем Лотманом Для того, чтобы сделать важный вывод. Происходит любопытная вещь. Искусство всё время застывает, Уходит в неискусство, Опошляется, тиражируется, Становится эпигонством. И эти разнообразные виды Околоискусства Могут имитировать искусство высокое, Прогрессивное или реакционное. Искусство, заказанное сверху Или заказанное снизу или сбоку. Но они всегда имитация. Отчасти они полезны, Как полезны азбуки и учебники. Ведь не все сразу могут слушать Сложную симфоническую музыку. Но одновременно Они учат дурному вкусу, Подсовывая вместо подлинного искусства Имитацию. А имитации усваиваются легче, А непонятнее. Искусство же непонятно И потому оскорбительно. Поэтому массовое распространение Искусства всегда опасно. Но с другой стороны, Откуда берется новое высокое искусство? Оно ведь не вырастает Из старого высокого искусства. И искусство, как это ни странно, Выбрасываясь в пошлость, В дешевку, в имитацию, В то, что портит вкус, Вдруг неожиданно Оттуда начинает расти. Ахматова писала, Когда б вы знали, Из какого ссора растут стихи, Не ведая стыда. Искусство редко вырастает Из рафинированного хорошего вкуса, Обработанной формой искусства. Оно растет из ссора. Юрий Михайлович Лотман. О природе искусства. 8 января 1918 поэт начинает писать поэму «12». 28 января она уже завершена. 3 марта поэма напечатана в газете «Знамя труда». Газетные публикации и общественная активность Ведут Александра Блока «Дитя добра и света» Под знамена пролетарской революции. Много лет образный ряд его последних произведений Советское литературоведение так и сяк будет Выворачивать на свой самый передовой общественный лад. 12. Чёрный вечер, белый снег, Ветер, ветер, на ногах не стоит человек, Ветер, ветер, на всём Божьем свете. Задевает ветер белый снежок, Под снежком ледок, скользко-тяжко, Всякий ходок скользит, ах, бедняжка! От здания к зданию протянут канат, На канате плакат, Вся власть учредительному собранию. Старушка убивается, плачет, Никак не поймёт, что значит, На что такой плакат, Такой огромный лоскут. Сколько бы вышло партяна для ребят, А всякий раздет, разут. Старушка, как курица, Кое-как перемотнулась через сугроб, Ох, матушка заступница, Ох, большевики загонят в гроб. В 1915-20-х годах Поэт десятки раз посещал концерты Популярного в дореволюционном Петрограде Шансонье и мимо эксцентрика Савоярова, За которым после куплетов «Луна пьяна», «Кисонька», «Благодарю покорно» Закрепилась слава короля эксцентрики. В 1915-м году Севолод Эмейер Хольт Снова ставил балаганчик, На этот раз в своем театре, И Александр Блок, будучи уверен, Что савояровский балаганчик куда лучше нашего, Приводил его на концерты Шансонье. В 1918-м он несколько раз показывал Савоярова своей жене, Менделеевой Блок, В ту пору актрисе Александринского театра, Чтобы она получилась эксцентрической манере, Которой надлежало читать поэму «12», Ибо наконец увидала Савоярова, Который сейчас гастролирует в миниатюре рядом с нами. Зачем измерять унциями дарования Александринцев, Играющих всегда после обеда и перед ужином, Когда есть действительное искусство в миниатюрах? Еще один кол в горло буржуям, Которые не имеют представления, что под боком. Александр Блок. Записные книжки. 20 марта 1918 года. Ветер хлёсткий, не отстает и мороз, И буржуй на перекрёстке воротнику прятал нос. А это кто? Длинные волосы! Говорит в полголоса. Предатели. Погибла Россия. Должен быть писатель, Вития. А вон и долгополый, Сторонкой за сугроб. Что нынче невесёлый, товарищ поп? Помнишь, как бывало брюхом шёл вперёд, И крестом сияла брюха на народ? Вон барыня в каракуле, К другой подвернулась, Уж мы плакали, плакали, Паскальзнулась и Бац! Растянулась. Ай, ай, тяни, подымай. О поэме проницательно отозвался Виктор Шкловский, Писатель, критик, Киносценарист. У нас не понимают Неизобразительного искусства. Двенадцать – ироническая вещь, Она написана даже не частушечным стилем, Она сделана блатным стилем. Стилем уличного куплета, Вроде Савояровских. Неожиданный конец с Христом Заново освещает всю вещь. Понимаешь число двенадцать, Но вещь остаётся двойственной И рассчитана на это. Сам же Блок принял революцию Не двойственно. Шум крушения старого мира Околдовал его. Время шло. Трудно написать, Чем отличаются 1921 год От 1919 или 1918. В первые годы революции Не было быта Или бытом была буря. Нет крупного человека, Который не пережил бы полосы веры В революцию. Минутами верилось в большевиков. Вот рухнет Германия, Англия, И плуг распашит ненужные никому рубежи. Они восовьётся, Как свиток пергамента. Но тяжесть привычек мира Притягивала к земле брошенной революцией Горизонтально камень жизни. Полёт превращался в падение. Виктор Шкловский Сентиментальное путешествие «Трах-тах-тах» И только эхо Откликается в домах, Только вьюга Долгим смехом Заливается в снегах. «Трах-тах-тах! Трах-тах-тах!» Так идут державным шагом. Позади голодный пёс, Впереди с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз Впереди Иисус Христос. Следом за двенадцатью Появляются скифы С эпиграфом из стихотворения Владимира Соловьёва. Скифы публикуются в том же Знамени Труда прежде двенадцати, 20 февраля 1918 года. В это время на Северном фронте Разворачивается стремительное Наступление германских войск. 19 февраля сдан Минск, 20 февраля Полоцк, 21-го Речица и Орша, 22-го Латвийские Вольмар и Венден, И эстонские Валк и Гапсала. 24 февраля 1918 года Незначительными силами немцами Занят Псков. 25 февраля большевики Оставляют Борисов и Ревель. Статья «Идея Родины» в советской поэзии Петроника, Разбираются издания Скифов в Берлине. Все эти стихи, начиная со Скифов, Прожены идеи Отечества, Тогда как советская власть Самое слово патриотизм сделала ругательным. Александр Блок. Записные книжки. 20 апреля 1921 года. 23 февраля, Согласно декрету Совета народных комиссаров РСФСР Рабоче-крестьянской Красной Армии, Начинается массовая мобилизация. 3 марта в Брест-Литовске Советской делегацией Во главе с Троцким по настоянию Ленина Подписываются унизительные условия Мира с Германией. Брестский мир. 4 марта германские войска Занимают Нарву И останавливаются на западном берегу Чудского озера В ста семидесяти километрах от Петрограда. Скифы. Панмонголизм, хоть имя дико, Но мне ласкает слух оно. Владимир Соловьев. Миллионы вас, Нас тьмы и тьмы и тьмы, Попробуйте и сразитесь с нами, Да, скифы мы, Да, азиаты мы С раскосыми и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы. Века, века ваш старый гормин ковал И заглушал грома лавины, И дикой сказкой был для вас провал, И Лиссабона, и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, Копя и плавя наши перлы, И вы глумя считали только срок, Когда наставить пушек, Шерла. 20 февраля поэт записывает в дневнике Стало известно, что Совет народных комиссаров Согласился подписать мир с Германией. Кадеты шевелятся и поднимают головы. Люба рыдала, прощаясь с Роджерс, Валевасьон, Патриотизм и Мафам. От того, что оплакивала старый мир, Она говорит, я встречаю новый мир, И, может быть, полюбила его. Но она еще не разорвала со старым миром И представила все, что накопили 19 веков. Да, патриотизм – грязь. Альсак минус Лорен Равно брюхо Франции – каменный уголь. Религия – грязь, попы и прочие. Страшная мысль этих дней не в том дело, Что красногвардейцы не достойны Иисуса, Который идет с ними сейчас, А в том, что именно Он идет с ними, А надо, чтобы шел другой. Романтизм – грязь. Все, что осело догматами, Нежной пылью, сказочностью, Стало грязью. Остался один лян – порыв. Только полет и порыв. Лети и рвись, иначе на всех путях гибель. Может быть, весь мир европейский озлится, Испугается и еще прочнее осядет в свои лжи. Это не будет надолго. Трудно бороться против русской заразы, Потому что Россия заразила уже здоровьем человечества. Все догматы расшатаны. Им не вековать. Движения заразительны. Лишь тот, кто так любил, как я, Имеет право ненавидеть. И мне быть катакомбой. Катакомба – звезда, Несущаяся в пустом синем эфире, Светящаяся. Вот срок настал, Крылами бьет беда, И каждый день обиды множит, И день придет не будет, И следа от ваших пестумов, Быть может. О, старый мир, Пока ты не погиб, Пока томишься мукой сладкой, Остановись, премудрый, как Эдип, Пред сфинксом с древнюю загадкой. Россия – сфинкс. Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, Глядит в тебя И с ненавистью, И с любовью. Согласно договору, В состав Германии входили Либо становились германскими протекторатами, Привислинские губернии, Украина, Губернии с преобладающим Белорусским населением, Эстлянская, Курлянская Ильфлянская губерния, Великое княжество Финляндское, Советское правительство Обязывалось прекратить войну С Украинской народной республикой И признать независимость Украины, Центральная рада которой Подписала сепаратный мирный договор С центральными державами Германией, Австро-Венгрией, Османской империей И болгарским царством Еще 9 февраля 1918 года Россия выплачивала 6 миллиардов марок Репараций И покрывала Понесенные Германией Убытки в сумме 500 миллионов золотых рублей 245,5 тонн Чистого золота Советское правительство Обязывалось прекратить Революционную пропаганду В центральных державах И союзных им государствах Образованных на территории Российской империи Демобилизовать армию и флот Уступить Карскую И Батумскую области На Кавказе От России Отторгалась территория Общей площадью 780 тысяч квадратных километров На которой до революции Проживало Треть населения страны 56 миллионов человек Находилось 27 процентов Обрабатываемых Сельскохозяйственных земель 26 процентов Железнодорожной сети Производилось 33 процента Текстильной продукции 73 процента Железа и стали 89 процентов Каменного угля И 90 процентов Сахара В приложении К договору говорилось Что граждане И корпорации Центральных держав Выводятся Из-под действия Большевистских декретов О национализации А лица Уже Утратившие имущество Восстанавливаются В правах На какое-то время Русские капиталисты Получили возможность Избежать Национализации Продав Свои предприятия И ценные бумаги Гражданам Германии Австро-Венгрии Османской империи Или болгарского царства Да Так любить Как любит Наша кровь Никто из вас Давно уже не любит Забыли вы Что в мире Есть любовь Которая И жжёт И будет Мы любим всё И жар Холодных чисел И дар Божественных видений Нам гнятно Всё И острый Гальский смысл И сумрачный Германский гений Мы помним всё Парижских улиц Ад И венецианские Прохлады Лимонных рощ Далёкий аромат И кёльну Дымные громады Мы любим плоть И вкус её И цвет И душный Смертный плоти Запах Виновны ли мы Коль хрустнет Ваш скелет В тяжёлых Нежных Наших лапах Привыкли мы Хватая под устцы Играющих Коней ретивых Ломать Коням Тяжёлые крестцы И усмирять Рабынь Строптиков В сентябре 1918 года В Германию Было отправлено Два золотых эшелона С 93,5 тоннами Золота На сумму Свыше 120 миллионов Золотых рублей Впоследствии Золото Было передано Франции В качестве Контрибуции По Версальскому Мирному договору До следующей Отправки Дело не дошло С 13 ноября 1918 года Брестский мирный договор Был аннулирован В ЦИК Придите к нам От ужасов войны Придите В мирные объятия Пока не поздно Старый меч в ножны Товарищи Мы станем Братьями А если нет Нам нечего терять И нам доступно Вероломство Века века Вас будет Проклинать Больное Позднее Потомство Мы широко По Деврям И лесам Перед Европою Пригожей Раступимся Мы обернёмся К вам Своею Азиатской Рожей Идите все Идите на Урал Мы очищаем Место бою Стальных машин Где дышит Интеграл С монгольской Дикою Ордою Но сами мы Отныне вам не щит Отныне в бой Не вступим сами Мы поглядим Как смертный бой Кипит Своими Узкими Глазами Не сдвинемся Когда свирепый гун В карманах Трупов Будет шарить Жечь города и в церковь И гнать табун И мясо Белых братьев Жарить Последний раз Опомнись Старый мир На братский пир Труда и мира Последний раз На светлый Братский пир Сзывает Варварская лира Умолхла 30 января 1918 Заключительные истрофы Скифов Обращенные Скорее к будущему Неизбежному Историческому Пути Чем к политическому Моменту Зимы 1918 Едва не последние Истрофы В поэтическом Творчестве Александра Блока Варварская Лира Умолхла Все звуки Прекратились Почти год Как я не принадлежу Себе Я разучился Писать стихи И думать О стихах Я задыхаюсь 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 Мы задыхаемся Мы задохнемся Все Мировая революция Превращается В мировую Грудную жабу Так было уже Несколько раз В истории Задуманное Идеально Возвышенно Грубело Овеществлялось Так Греция Стало Римом Так Русское Просвещение Стало Русской Революцией Возьми ты это Блоковское «Мы дети страшных лет России» И сразу Увидишь Различия Эпох Когда Блок говорил это Это надо было понимать В переносном смысле Фигурально И дети были Не дети А сыны Детище Интеллигенция И страхи были Не страшны А провиденциальные Апокалиптичны А это разные вещи А теперь все Переносное стало буквально Мы дети Дети И страхи страшны Борис Леонидович Нам грудь Наш путь Степной Наш путь В тоске Безбрежной В твоей тоске О Русь И даже Мглы Ночной Зарубежной Я не боюсь Пусть Пусть ночь Пусть ночь Сердце 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 Плач Пусть Пусть Магического Лежит Магического Лежит в его Способе Восприятия Это Заколдованный Круг Магический Лирик Заживо Погребен Не в богатой Могиле Где все необходимое Пища, питье и оружие С ним А стены Могилы О зеленую землю И голубой свод небесный Он бьется Как о чуждую ему Стихию Макрокосм Для него Чужеродин Но богато и пышно Его восприятие Макрокосмо В замкнутости Рабство В пышности Свобода Александр Блок О лирике Тяжелейшие условия жизни В голодном и холодном городе Арест В феврале 1919-го По подозрению В участии В контрреволюционном Заговоре Заключения В Петроградской ЧК Выступления Доклады Заседания Подорвали здоровье Александра Блока Зимой 1920-го У поэта Началась цинга Развилась Сердечно-сосудистая Болезнь Появились Расстройства Психики Жизнь Изменилась Она Изменившаяся Но не новая Не Нуова Вожь Победила Весь свет Это уже Совершившееся Дело И все теперь Будет меняться Только в другую сторону А не в ту В которой Жили мы Которую Любили мы Александр Блок Записные Книжки 18 апреля 1921 года Драма о фабричном Возрождении России Которую я Подхожу уже Несколько лет Но для которой Понадобилось бы еще Много Подступов Даже Исторических Завещается Кому-нибудь Другому Только не Либералу И не консерватору А такому же Как я Непрекаемому Александр Блок Записные Книжки 28 июля 1916 года Ее прибытие Голос в тучах Нас море примчало К земле Отечало Убогие кровы К недолгому сну А ветер крепчал И над морем Звучало И было тревожно Смотреть В глубину Больным И усталым Нам было Завидно Что где-то в морях Веселилась Гроза А ночь Как блудница Смотрела Бесстыдно На темные лица Больные Глаза Мы с ветром Боролись И бровя нахмуря По мраке С трудом Различали Тропу И вот Как посол Нарастающий Буре Пророческий голос Нам брызнул в глаза И в ясном Разрыве Испуганной Тучи Веселую Песню Запела Гроза Печальные Люди Усталые Люди Проснитесь Узнайте Что радость Близка Туда Где моря Запевают О чуде Туда Направляется Свет Маяка Он Надежды Мы знали Нежданная Радость Близка А Там Горизонт Разбудили Зарницы Как будто Пылали Вдали Города И к порту Всю ночь Как багряные Птицы Летели Шипя Свистя Поезда Будил Океан И Лохмотями Пены Швырялись Моря На Стволы Маяков Протяжной Мольбою Забывали Сирены Там Буря Настигла Суда Рыбаков Весной 1921 Политбюро ЦК РКПБ Рассматривало вопрос о выдаче Выездных Вис Александру Блоку И Фёдору Сологубу В выезде Было Отказано 16 мая Болезнь Резко Обострилась Все звуки Прекратились Разве Вы не слышите Что никаких Звуков нет 29 мая Горький Обратился С письмом К Луначарскому О необходимости Вывести Блока На лечение Финляндию 18 июня Поэт уничтожил Часть своего архива 3 июля Некоторые Записные Книжки Разрешение На выезд Было Дано 23 июля Однако Помочь поэту Уже Отказавшемуся От приема пищи И лекарств Было Бессильно Слышать Совсем Перестал Будто Громадная Стена Выросла 7 августа 1921 года В 10 часов 30 минут Утра Александр Блок Скончался В своей рабочей комнате На улице Офицерской 57 С литературой Связи не имею И горжусь этим То, что я сделал Подлинного Сделано мною Независимым То есть я зависел Только от не случайных Александр Блок Записные книжки 28 июня 1916 года Смерть поэта была Недвусмысленным Знаком конца Революции, которую Воспевали И которой готовы Были служить В 1918 Приближается звук И покорно щемящему звуку Молодеет душа И во сне Прижимаю к губам Твою прежнюю руку Не дыша Снится Снова я мальчик И снова любовник И овраг И бурьян И в бурьяне Колючий шиповник И вечерний туман Сквозь цветы И листы И колючие ветки Я знаю Старый дом Глянет в сердце моё Глянет небо опять Розовее от краю До краю И окошко твоё Этот голос Он твой И его Непонятному звуку Жизнь и горе Отдам Хоть во сне Твою прежнюю милую руку Прижимаю к губам 2 мая 1912 В трансфизических странствиях своих Даниил Андреев встретил поэта в верхнем слое чистилища, Всё мучение которого В чувстве бессильного стыда И созерцании Убожества Своей ноготы Там Начинает испытываться Терпкая жалость К себе Подобную Приходит понимание Своей доли ответственности За их трагическую судьбу Он мне Показывал Агр Ни солнца Ни звёзд там нет Небо черно Как плотный свод Но некоторые предметы И здания Светятся Сами собой Всё одним цветом Отдалённо напоминающим Наш Багровый Не случайно Мой вожатый Показывал мне Именно Агр Это был тот слой В котором он пребывал Довольно долгое время После поднятия его Из Дубгора Избавление Принёс ему Рыцарь-монах И теперь всё Подлежащее искуплению Уже искуплено Испепелённое Подземным пламенем Лицо его Начинает превращаться В просветлённый лип За истекшие С той поры Несколько лет Он вступил Уже в Симплит России Даниил Андреев Роза Мир Как безвыход на всё Просить бы всё Продать Уехать далеко Солнце И жить совершенно Иначе Александр Блок Записные книжки 21 августа 1918 г Превратила всё в шутку сначала, Поняла, принялась укорять, Головой украсила и качала, Стала слёзы платком вытирать, И зубами дразня хохотала, Неожиданно всё позабыв, Вдруг припомнила всё, Зарыдала, Десять шпилек на стол уронив. Подурнела, пошла, Обернулась, Воротилась, Чего-то ждала, Проклинала, Спиной повернулась, И, должно быть, Навеки ушла. Что ж, пора приниматься за дело, За старинное дело своё, Неужели и жизнь отшумела, Отшумела, как платье твоё? 29 февраля 1916